Саурона, Пожирателя и Юань Цзу Шиянь был главным элементом, который должен был добраться до Врат Абсолютного Начала и открыть их. После этого они могли осуществить свои планы. Все, кто желал попасть во Врата Абсолютного Начала, нуждались в том, чтобы Шиянь открыл их. Поэтому, прежде чем он что-то предпримет, и до того, как откроются Врата Абсолютного Начала, даже если они будут находиться в бесконечной бездне, они будут стараться изо всех сил прятаться и сдерживать себя. Они должны были сгладить путь для Шияня. Все было направлено на то, чтобы открыть Врата Абсолютного Начала. Значит, до того, как откроются Врата Абсолютного Начала, нам не нужно ни о чем беспокоиться. Хантянь захихикал. Он сразу же затих, расслабив затекшую шею. Значит, мы будем сражаться с ними после того, как пройдем через Врата Абсолютного Начала. А пока мы можем расслабиться. Он прав. Сейчас нам не нужно осторожничать. Не стоит так напрягать свои нервы. Шиянь посмотрел в определенном направлении, разговаривая с Цзия. Вон там, да, верно. В глазах Цзия появились странные огоньки. Она была очень удивлена. Ты чувствуешь это? Не я. Шиянь покачал головой. Пока остальные были поражены, он указал на свою голову. Это башня символов силы концепции. Она смутно показывает мне путь. Как только мы пришли сюда, она начала извиваться, как будто хотела убежать от моей головы. Она немного взволнована. Глаза Цзия засветились, и она зашипела. У Саурона действительно есть некоторые способности. Если ты так говоришь, то это правда, что Врата Абсолютного Начала вот-вот откроются. Иначе твоя башня символов силы концепции не вела бы себя странно. Сделав небольшую паузу, она сделала торжественное лицо и понизила голос. Тогда нам не стоит больше размышлять. Давайте отправимся к Вратам Абсолютного Начала. Затем она ступила на Радугу и направилась в сторону, указанную Шияним. Радуга без паузы скользила над множеством таинственных и глубоких пропастей, соединяя их и создавая великолепную сцену. Люди обменивались взглядами, спокойно следуя за Радугой, скользящей над таинственными темными безднами. Многочисленные планеты падали над их головами, словно огненный дождь. Когда воины использовали свою силу для создания щитов, огненные дожди взрывались, поднимая вверх множество сияющих искр. Радцу драконьему ящеру, Мейтзи и императору морской акули пришлось замедлиться под дождем разбитых планет. Красивое лицо Мейтзи было мрачным, на гладком лбу выступили капельки пота. Холодный туман висел вокруг нее, замораживая ее защитный ореол. Однако под непрерывными атаками ореол истончился. Он выглядел хрупким, как будто мог сломаться в любую секунду. В этот момент она наконец поняла, почему Шиянь не хотел приводить ее сюда. Он просто заботился о ней. Если бы она все еще была в первом небе территориального предка, то не смогла бы противостоять огненному дождю из пустоты. Вскоре она исчерпала бы свою силу бога, что обнажила бы ее тело. Тогда пылающие стреляющие осколки превратили бы ее тело в тесто. Твоей компетенции недостаточно. Шиянь повернулся и остановился. Когда он выпустил свою энергию, огненный дождь над Мейтзи зашипел внутри выпущенных им вихрей. Через несколько секунд огненные звезды собрались в семь кристаллических ярких звезд размером с гору. Мгновенно Шиянь вырезал на них свое сознание души, превратив их в защитные звезды Мейтзи, висящие вокруг ее тела. Как только семь звезд были созданы, слай великолепного звездного света упали, как дождевая завеса, полностью окутав Мейтзи. Осколки разбитых планет, падавшие с неба, сами по себе избегали Мейтзи. Они больше не попадали в ореол Мейтзи, поэтому ей больше не нужно было расходовать энергию. Девушка избавилась от опасности, и ее бледное лицо вновь обрело краски, так как ей больше не нужно было использовать силу бога. Ее водянистые глаза смотрели на Шияня со страстью. Она не поблагодарила, но облизала свои сочные губы. Шиянь рассмеялся и покачал головой. Не думай слишком много. Защити свой дух, чтобы быстро восстановиться. Мейтзи улыбнулась и подлетела к нему, проглотив несколько ароматных гранул. Понятно. Ну, лакомства достаются только красавицам. Мы со стариком-акулой такого обращения не получим. Нам придется рисковать жизнью, чтобы противостоять этой могущественной силе, усмехнулся про отец драконий ящер. Его смех был хриплым. Когда он вместе с императором морской акулой летел за Мейтзи, они, очевидно, видели ее трудное положение. Они объединили усилия, чтобы помочь ей, но перед тем, как начать действовать, они увидели, что над ее головой висят семь звезд, защищая ее от атак. Император морская акула и про отец драконий ящер уже давно достигли второго неба территориального предка, поэтому выдержать огненный дождь было в их компетенции. Но иногда им приходилось уклоняться, когда падали осколки территории, поэтому сейчас они находились в конце группы. Мантиси, Хира и Хантянь внимательно следили за Цзия и уже исчезли. Для экспертов, которые десятки тысяч лет находились во втором небе территориального предка, уничтожение целой территории было простой задачей, поэтому их не беспокоила стрельба огненными осколками. Более того, поскольку Шиянь прикрывал их спины, они не особо волновались. Ты сам ищешь неприятности. Тебе не следовало посещать эту бесконечную бездну. Конечно, раз уж ты здесь, то стоит ожидать опасностей. Шиянь улыбнулся. Увидев приближающуюся Мэйцзи, он не спешил двигаться, дождался про отца драконьего ящера и императора морскую акулу и продолжил. Вообще-то, вам не стоило приходить. Даже Хантянь, Хира и остальные не очень-то уверены, ведь мы не знаем, что находится за вратами абсолютного начала. Только бог знает, сможем ли мы вернуться живыми. Что ж, мы должны побороться за это, верно. Император морская акула сказал спокойно и холодно. В эпоху абсолютного начала даже пустынные пожиратели хотели рискнуть своими жизнями ради врат абсолютного начала. В нашу эпоху Саурон строил планы десятки тысяч лет. Мы можем с уверенностью сказать, что там находится что-то действительно волшебное. Так что, если у нас есть шанс попасть туда, почему бы нам не воспользоваться им? Я хочу достичь сферы предков, чтобы продвинуть свою родословную. Мне нужно туда попасть. Про отец драконий ящер говорил серьезно, а потом вдруг вздохнул. Трудно предсказать будущее. Когда я встретил тебя на звезде драконьего ящера, ты был в сфере зарождающегося бога. Спустя сотни лет ты достиг третьего неба территориального предка. Хотя я знал, что у тебя будет светлое будущее, я не мог поверить, что ты сможешь достичь такого уровня. Верно, очаровательно улыбнулась Мэйдзи. Я также встретила его у вас. Тогда я хотела убить его, чтобы получить клон души пустынного. Я не ожидала, что получу такой ужасающий результат. Пока я гналась за ним, я тонула. Шиянь призвал свою силу, чтобы заставить разбитые планеты дать им дорогу, пока они вчетвером болтали по пути к вратам абсолютного начала. Спустя долгое время Шиянь получил сообщение от Цзия и сказал, мы должны поторопиться. Команда Цзия уже прибыла. Они беспокоятся, не попали ли мы в неприятности. Услышав это, они перестали смеяться и болтать. По мере того, как Шиянь вливал все больше энергии, они все ускорялись. Через долгое время они остановились у огромной пропасти, похожей на просторное, холодное и темное озеро. Внешний слой бездны был похож на зеркало, в котором мигали и колыхались миллиарды символов абсолютного начала, словно головастики. Каждую секунду они сменялись новой формацией. Все было так абсурдно и загадочно. Команда Цзия ждала их прямо перед глубокой пропастью. Все они с суровыми лицами наблюдали за символами абсолютного начала. Как только Шиянь подошел, он почувствовал, что его трясет, когда башня символов силы концепции вылетела и бесконтрольно зависла над его головой. Из башни символов силы концепции внезапно охлынули лучи света, а все окна в башне распахнулись. Из башни, словно облако духов, вылетели бесчисленные символы абсолютного начала и устремились к вратам абсолютного начала. В глазах у всех вспыхнули магические огни, и они почувствовали волнение, увидев бездну. Глава 1588 Открыть ворота Еще один уголок бесконечной бездны. Струя ослепительного света пересекла воздух и устремилась в одну из бездн. Подобно вихрю или вращающемуся озеру, появилась ужасающая сила судьбы. Взмах. Из пропасти вышел Саурон. Он был одет в серебряную мантию старого образца, его волосы были завязаны в пучок. Он выглядел спокойным и холодным, как ученый с легкостью и естественным самообладанием. Он скрестил руки перед грудью и смотрел на врата абсолютного начала вдалеке, его глаза становились все ярче. Из пропасти выплыли тени. Это были Джейнжу, Контиси, Фанделы и несколько экспертов из других кланов. Все они были на уровне территории предков. Эти люди пришли, чтобы последовать за Сауроном, поставив свою судьбу и будущие клана на Саурона. Они уже здесь. Глаза Джейнжу сверкнули холодным светом. Она стиснула челюсти. Мы так долго ждали. Они должны быть здесь. Лицо Саурона было безразличным. Да. Шиянь направляется к вратам абсолютного начала. Они скоро доберутся туда. Тогда чего мы ждем? Шипела Джейнжу. Саурону было наплевать на нее. Он поднял голову и посмотрел в пустоту, где падал поток света. Он выпустил струйку сознания души. Затем он слабо улыбнулся. Поехали. Из пропасти появилась массивная рулетка, инкрустированная золотом, серебром, железом, камнем, драгоценными камнями и бриллиантами. Однако было неизвестно, из чего сделана эта рулетка, так как она испускала яркие золотые ореолы. Затем рулетка увеличилась до размеров острова с множеством линий, пересекающих друг друга на поверхности. Однако эти линии не были неподвижными. Они могли двигаться, как человеческие меридианы или небесные реки. Как только появилась рулетка, все почувствовали себя неуверенно, словно их будущее было под чьим-то контролем, их судьбы были связаны. Рулетка судьбы. Это было божественное оружие, которого не существовало в эпоху абсолютного начала. Саурон выковал его сам. Все в этом мире, включая огромные территории и живых существ, имело нить судьбы, которую можно было связать и найти с помощью рулетки судьбы. Как только рулетка судьбы появилась, она зависла под Сауроном. Затем рулетка взяла всех и яростно двинулась к вратам абсолютного начала. Бум, бум, бум. Когда раздробленные планеты и раздробленные территории падали с неба и попадали в рулетку судьбы, они мгновенно превращались в пыль и превращались в чистую энергию, а затем исчезали. Джейн Ру, Контиси и Фанделы стояли на массивной рулетке, но в их душах чувствовалось какое-то напряжение, словно в них была натянута струна, которая могла порваться в любую минуту. Все они испуганно смотрели на Саурона. В их душах царила тревожная неуверенность. Они вдруг поняли, что пока рулетка судьбы сдерживает их нить судьбы в их душах, как только она оборвется, их души мгновенно исчезнут. Другой поворот. В пустоте образовался черный туннель. Он закручивался и превращался в поглощающую черную дыру. Эдгар Руперт, Безмятежная тюрьма и Юянь Цзу вышли из этой черной дыры. Из их глаз исходили острые огни, доказывающие, что их сила быстро растет. Юянь Цзу был в своей человеческой форме. Выбравшись из черной дыры, он окинул ее сложным взглядом и сказал. Давно не виделись. Я никогда не думал, что мы встретимся снова в конце эпохи. Черная дыра внезапно сжалась в черную точку и взорвалась. Появилась фигура, окутанная тьмой. Этот человек был черной тенью, и никто не мог разглядеть ни его лица, ни тела. Как только он появился, свет звезд вокруг погас. Все источники света были поглощены. Весь мир стал еще темнее. Эдгар из клана Пожирателей почтительно замер при виде черной тени, его охватил страх. Это был Девур, предок его клана. Все члены его клана были рождены от крови и души этого человека. В территории опустошения Я, Хуи и опустошения впали в спячку. В то время пустыня была разделена на пять частей. Если бы у тебя хватило смелости проникнуть туда, то на твоем уровне ты мог бы переработать его тело по частям. Возможно, впоследствии не было бы никакого пустынника. Девур посмотрел на Юянь Цзу. Его голос был низким и призрачно неясным, словно плач души, что было неприятно для слуха. К сожалению, ты всегда был трусом. Ты знал, что его заставили замолчать в пустынной территории, но не осмелился вторгнуться. Руперт и безмятежная тюрьма были удивлены. Когда они посмотрели на Юянь Цзу, на их лицах появились странные выражения. Юянь Цзу не был разгневан, потому что знал, насколько страшно стоящая перед ним тень. Он знал, что этот человек был кошмаром всех существ в эпоху абсолютного начала. Если бы опустошитель не был более выдающимся, чем он, этот человек стал бы демагаргоном того времени. В эпоху абсолютного начала, когда Девур обладал своей высшей силой, Юянь Цзу приходилось уворачиваться от него. Со временем, когда Девур еще не полностью восстановился, Юянь Цзу накопил силы на целую эпоху. Вот почему он осмелился встать перед Девуром, не опасаясь мгновенно превратиться в пепел под действием пожирающей силы. Территория опустошения – это его территория. На его территории он единственный бог и единственный бог, который может устанавливать правила. Юянь Цзу принужденно улыбнулся и не пытался скрыть свой страх. Особенно когда я знал, что ты и Хуи тоже рядом. Как я мог рисковать? Девур фыркнул. Ты был трусом целую эпоху. Почему же сейчас у тебя хватило смелости прийти? В том году ты не осмелился пойти к вратам абсолютного начала, чтобы сразиться. Почему ты осмелился сделать это сейчас? Юянь Цзу спокойно улыбнулся. Потому что вы, ребята, слабее, а я теперь сильнее. Не намного сильнее, чем в том году. Девур внимательно осмотрел его и небрежно произнес. Ну, ты более осторожный и хитрый, чем в том году. Надеюсь, ты сможешь остановить Хуи. Я не ожидал, что ты предложишь больше помощи. Юянь Цзу улыбнулся и не пытался спорить. По отношению к своим сверстникам он всегда отличался здравым смыслом. Давай пойдем к шлюзу абсолютного начала. Тот парень, должно быть, уже открыл врата абсолютного начала. Раз врата открылись, значит, приближается его смерть. Я должен извлечь ту часть моего Упанишада пожирающей силы. Голос Девура был холодным и суровым. Проглотив его, я вновь обрету свою верховную силу. Я уничтожу опустошителя. Перед вратами абсолютного начала Шиянь, Цзия, Хантянь, Хира и остальные воссоединились. Врата абсолютного начала также были бездной, причем самой большой. Поверхность бездны была похожа на черное зеркало, где было множество извивающихся символов абсолютного начала. За несколько секунд они могли сформировать тысячи сложных образований. Однако никто не мог понять эти загадочные образования. В эпоху абсолютного начала, кровавая эпическая битва произошла именно здесь. Каждый раз, когда умирал кто-то из моего рода, части этих символов перемещались. Кажется, что для этого нужно так много смертей. К сожалению, когда мы почти все умерли, он все еще оставался закрытым. Цзия посмотрел на врата абсолютного начала и пробормотал. В Звездном море произошли большие перемены. Войны рас, разрушенные планеты, распавшиеся территории. Все для того, чтобы открыть эти врата. Саурон не ошибся. Он способствовал этим символам, чтобы возродить их. Слушая ее, первоначальные сомнения людей рассеялись. Башня символов Упанишад силы ослепительно сияла. Миллиарды символов вылетали и падали на эти ворота, соединяясь с символами внизу. Казалось, что они хотели создать какую-то формацию. Шиеню не нужно было ничего делать. Он просто стоял и смотрел, как башня символов Упанишад силы делает свою работу. В этот момент он стал чужаком. Однако, оставаясь в этом месте, знакомое чувство усилилось. Ему казалось, что он видел эти ворота раньше, но, пытаясь вызвать в памяти воспоминания, он ничего не добился. Он не знал, что когда его душа пронзила бесконечные пространства, чтобы попасть в этот мир, он прошел через эти врата. Однако, в то время он был в форме души, от которой в его душе остались лишь смутные обрывки воспоминаний. Поскольку в то время его душа была слишком хрупкой, он не мог ничего вспомнить. Бум! Внезапно врата абсолютного начала яростно загорелись. Множество символов абсолютного начала превратились в яростное пламя. В то же время душа хозяина Шиеня корчилась в агонии. Затем он превратился в молнию и метнул ее в горящий шлюз абсолютного начала. Пока люди наблюдали за происходящим, портал абсолютного начала резко изменился, превратившись в огромный огненный вихрь, который обладал огромной силой всасывания. Эта сила всасывания сильно влияла на души людей. Тело Шиеня не послушалось его и взлетело, как мотылек, летящий в огонь. Сразу же он вонзил нож в глаз огненного вихря. «Двигайся!» – закричала Цзия. Ее глаза были ярче, чем когда-либо. Она последовала за Шиенем и вошла в глаз вихря. Хантяне Хиро замешкались. Однако, увидев, как Цзия уходит, они сразу поняли, что врата абсолютного начала открылись. У них не было времени на раздумья, и они быстро двинулись вперед. Вскоре после этого первая группа один за другим вошла в глаз вихря. При ближайшем рассмотрении оказалось, что этот огненный вихрь был создан бесчисленными символами абсолютного начала и приведен в действие силой истоков. Огненный вихрь не утих после того, как команда Шиеня прошла через него. Наоборот, он горел еще яростнее, словно никогда не погаснет. Бум-бум-бум-бум. В то же время из бездны бесконечной бездны хлынула чрезвычайно страшная энергия. Энергия тянулась даже к бесконечной вселенной. Многие области морского домена ничтожности непрерывно разрушались. Все больше и больше территорий разрушалось по неизвестным причинам. Миллиарды существ, включая могущественных экспертов из разных кланов, погибли в тот момент. Начинается. Саурон встал на рулетку судьбы и пробормотал. Он ускорил ход рулетки. В то время как бездны взрывались, Девур и Юяньцзы привели безмятежную тюрьму и остальных, быстро двигаясь. Девура и Юяньцзы постоянно трясло, кровь и плоть в их телах абсолютного начала кипели. Глубоко в небе вдруг вспыхнула голубая шаровая молния с огромной жизненной силой. Неясно, что в этом голубом шаре молнии находилось земное древо жизненной души. Это дерево заполнило все уголки шаровой молнии и выпустило густую жизненную силу. Пустынник тоже был пунктуален. Глава 1589. Принцип силы у Панишат. Это была темно-серая вакуумная область. Не было ни источника света, ни жизни, ни движения воздуха, ничего. Не было ничего. Шиянь, Цзия и остальные попали в такой мир. Пройдя через врата абсолютного начала, люди попали в эту область. Пути назад тоже не было. Они могли видеть только пустоту и тишину. Их сознание души не могло достичь никакой жизни. Все было таким холодным и безмолвным. Неужели это то место, которое каждое существо хочет посетить даже в своих снах? Мэйцзи была озадачена и смотрела по сторонам. Казалось, она не могла с этим смириться. Здесь ничего нет. Да, здесь ничего нет. Так странно. Джуди облетела вокруг и проверила. Когда она вернулась, она удивленно покачала головой. Что-то не так. Может быть, шлюз абсолютного начала доставил нас в другой регион? Люди не знали, смеяться им или плакать. Шиянь выглядел задумчивым. Он использовал свое сознание души, чтобы исследовать дальше. Он не ответил им. Цзия была настроена скептически. Она огляделась вокруг, но ничего не поняла. Прислушавшись к остальным, она вдруг вмешалась. Тогда что, по вашему мнению, скрывается за вратами абсолютного начала? Что вы там найдете? Все молчали. Через некоторое время про отец дракон-ящерица тихо проговорил. Я думал, что за вратами абсолютного начала есть что-то, что поможет мне превратиться в настоящее существо абсолютного начала. Это могло бы помочь мне достичь формы моего предка в том году через его кровь в моем теле. Я думал, что в нем будет истинный секрет времени. Раздался детский голос Мантиси. Я думал, что смогу найти что-то, что поможет мне продвинуться дальше в царстве предков территории. Это то, о чем ходят слухи. Это чтобы получить высшую сферу после входа во врата абсолютного начала, не так ли? Хантянь сказал низким голосом. Он спрашивал других, но чувствовалось, что он спрашивал самого себя. То, что говорили драконья-ящерица Мантиси и Хантянь, было мечтой, которую они лелеяли в своем сердце, и конечной целью, которую они хотели достичь. Они возлагали свои самые большие надежды на врата абсолютного начала и мечтали достичь своей цели через врата абсолютного начала. Жаль, что здесь ничего нет, расстроенно произнесла Мэйцзи. Что ты хочешь? Спросил Цзэйя со слабой улыбкой. Я не знаю. Мэйцзи неосознанно повернулась к Шииню, который был погружен в свои мысли, и внутренне заскулила. Я здесь, потому что хотела последовать за ним. Я хочу испытать все вместе с ним. Хира, императорская морская акула и Джуди тоже были разочарованы. Они висели в пустом пространстве и не знали, что делать. Он даст вам ответы, улыбнулся Цзэйя. Все повернулись, чтобы посмотреть на Шииня. До этого момента они наконец поняли, что Шиинь не отвечал и не присоединялся к их разговору. Как владелец башни символа Упанишат силы, ключа, открывающего врата абсолютного начала, только он мог знать тайны этого места, чтобы разрешить их сомнения. Сосредоточившись на нем, люди увидели, что от него постоянно исходит энергия души. Он нахмурился и выглядел задумчивым. Затем их глаза засветились, так как они надеялись, что Шиинь сможет дать им ответ. Сознание души Шииня быстро скользило вдаль. Подобно столбу невидимого электричества, его душа устремилась вперед, чтобы исследовать пустое пространство. Он расслабился и не обращал внимания на окружающее, его душа была спокойна и чиста. Башня символа Упанишат силы была похожа на маяк, который закрывал его садушу и светил каким-то ярким, но таинственным светом. Этот свет помог ему напасть на Джейнеру и оттолкнуть ее. Этот свет был магическим светом, который, как сказала ему башня символа Упанишат, был светом, вырвавшимся из глаза абсолютного начала, когда они открылись. После того, как он открыл врата абсолютного начала, башня символа Упанишат изменилась. Многие символы абсолютного начала на ней исчезли. В этот момент башня символа Упанишат силы была хрустальной и наполненной, что выглядело чудесно и внушительно. Она пролетела над садушой Шииня. Ряд воспоминаний в его душе собирался под светом. Он знал, что садуша обладала памятью опустошителя. Однако, поскольку они составляли лишь две пятых ее части, эти кусочки разрозненных воспоминаний были для него нечитаемы. Однако в этот момент эти фрагменты воспоминаний начали отчетливо проявляться, как будто их как-то стимулировали. Возможно, даже Пустош не могла понять их, поскольку они существовали только в истинном знаке самого могущественного существа. Это были следы и отметины, которые никогда не будут стерты. Странная связь, не поддающаяся описанию, возникла в его ярусе силы Упанишат, а точнее, в изначальном символе жизни. Хрустальный шар Упанишат силы жизни имел изначальный символ усовершенствованной башни символов Упанишат силы, который записывал огромные и глубокие силы жизни. В этот момент первоначальный символ жизни пульсировал энергично, как сердце. Он сотрясал весь хрустальный шар. Из шара жизни была выпущена нить жизни, которая тянулась очень далеко. С помощью сознания души Шияня, она полетела в точном направлении. Бум! В его голове раздалось эхо взрыва, когда струйка его сознания души попала в молочно-белое море. Из этого моря пронизывала очень густая аура жизни. Жизнь, колебания энергии, биение сердца, рождение душ, создание существ, рост деревьев. Все магические колебания энергии жизненной силы Упанишат неистово катились из этого молочного моря. Это море казалось источником жизни. Это было море жизни, которое представляло все конечные тайны Упанишат, поскольку несло в себе принцип жизненной силы Упанишат. Это море было источником всех Упанишат жизненной силы. Изначальный символ в его хрустальном шаре принадлежал этому морю и был частью этого моря. Каждая капля в этом море была представителем ветви Упанишата жизненной силы. Как только эта мысль всплыла, Шиянь был ошеломлен. В его пустой душе стало неспокойно. Миллиарды палочек сознания души вернулись обратно. Из-за хаоса в его голове они превратились в невидимые огни и вошли в пруд его души в море сознания, разбудив его. Последней была тонить сознание души, которая исследовала молочное море. Чудесное чувство, которое он не мог описать, вскоре исчезло. Когда люди наблюдали за ним, Шиянь сильно дрожал. Все они знали, что Шиянь только что извлек свое сознание души. Открыв глаза, Шиянь ужаснулся. Он не мог не сделать глубокий вдох. В его глазах, как электрические лучи, вспыхнули божественные огни, и он закричал. Что это? Что? Инстинктивно закричали остальные, в том числе и Цзэя. Ты, что ты получил? Цзэя сначала взяла себя в руки. Пытаясь унять любопытство, бурлящее в ее сердце, она спросила самым спокойным голосом. Что случилось? Что поразило тебя? Ваше сознание души увидело что-то, что сильно потрясло вас. Что это? Море, молочное море. Оно не очень большое и находится слишком далеко отсюда. Это море, кажется, резонирует с моим изначальным символом жизни. Это море содержит все сверхъестественные способности жизненной силы у Панишад. Мой первоначальный символ, лишь капля этого моря, крошечная его часть. Шиянь попытался описать, но его слова звучали так, словно он спал. Я не знаю, как описать это точно. Я чувствовал, что это море, фонтан всех у Панишад жизненной силы в этом мире. Все принципы, понимания и исследования у Панишада жизненной силы берут свое начало из этого моря. Все слушали его с недоумением на лицах. Они не понимали, что он пытается им сказать. Они понятия не имели, о каком молочном море он говорит. Только у Цзэйя в глазах безумно плясал свет, ее изящное тело дрожало. Казалось, она что-то знала. Через некоторое время, когда люди все еще были в недоумении, Цзэйя перестала дрожать, и странный свет в ее глазах исчез. Ее губы задрожали, когда она попыталась спокойно сказать. Если ваши чувства не ошибаются, то это море жизни. Исток УПанишад силы, источник всех УПанишад силы жизни. Исток УПанишад, Хантянь погладил свои взъерошенные волосы, похожие на птичьи. Он поморщился и воскликнул. Кажется, я слышал об этом. Кто-то рассказал мне о происхождении УПанишад. Проклятие. Что это такое? Что это значит? Сила УПанишад истока. Мантиси вдруг хрипло закричала. Она задыхалась от собственного дыхания. На ее маленьком личике застыл глубокий страх. Это? Это сила УПанишад истока? Легендарная сила УПанишад истока? Боже, такие вещи существуют. Что же это все-таки такое? Воскликнул Хантянь. У истока УПанишад силы много разных названий. Например, высший принцип башни символа УПанишад, принцип башни символа УПанишад, испуганный принцип и так далее. Это конечная форма энергетических УПанишад, а также исток энергетических УПанишад. Происхождение УПанишад силы хранит все изменения и таинственные силы конкретной УПанишады силы. Если все существа абсолютного начала были созданы абсолютным началом, и если абсолютное начало существует, то истоком УПанишад силы будут УПанишады в ярусе УПанишад силы абсолютного начала. Цзия посмотрела на остальных. Ее лицо еще никогда не было таким яростным. Слияние УПанишад силы истока означает контроль над природным принципом этой силы и понимание всех изменений и сверхъестественных способностей этой УПанишады силы. Ты станешь единственным, верховным богом этой УПанишады силы. Услышав его, все были ошеломлены. Они замолчали и задумались над словами Цзия. Вскоре после этого глаза у всех засветились, так как они были взволнованы. Они смотрели на Цзия и Шияня, ожидая их окончательного подтверждения. Я знаю, что вы хотите получить ответ. Да, если абсолютное начало действительно существовало, я думаю, мы находимся в его голове. И сейчас мы находимся на его ярусе УПанишад силы. В этом месте находится УПанишада силы исток всех УПанишад силы. Это корень принципа и самая волшебная вещь в этом мире. Если вы сможете найти здесь принцип вашей УПанишады силы и получить исток УПанишады силы, вы станете единственным богом этой конкретной УПанишады силы. Ты получишь сверхъестественные способности, которые никто не может себе представить, подтвердил Шиянь. Все одобрительно закивали. Все истоки УПанишад силы находятся здесь, но ты должен найти их сам, добавил Цзия. Ты должен найти их с помощью своей собственной силы УПанишад. Мы попали сюда раньше других, значит, у нас есть преимущество. Мы должны поспешить, чтобы найти истоки УПанишад силы и слиться с ними. Иначе, когда придутся урон Деву и Юянь Цзу, начнется жестокая битва. Ребята, мы должны плыть по течению. Ребята, идите и возьмите свои истоки УПанишад силы. Шиянь усмехнулся. Затем он кивнул им и превратился в струю света, направляясь в ту сторону, которую он только что вычислил. Он добрался до цели первым. Это море жизни было истоком силы УПанишад. Пока у него было это исток УПанишад, его УПанишад жизненной силы собирался достичь высшего уровня, самого волшебного и последнего царства, которого мог достичь воин, культивирующий УПанишад жизненной силы. Глава 1590. Так называемая возможность. Когда Шиянь ушел, остальные больше не колебались. Несмотря на то, что они не знали точного места, они начали разбегаться. Место, в котором они задержались на некоторое время, было порогом врат абсолютного начала, поэтому там не было ничего удивительного. Кроме того, Шиянь сказал, что море жизни находится довольно далеко. Естественно, они подумали, что исток УПанишад силы и их УПанишад силы не должен находиться прямо у порога. Возможно, оно находится очень далеко отсюда. Так как они культивировали разные УПанишады силы, относительные истоки УПанишад силы тоже были разными. Поэтому они не могли объединиться в пары или группы, чтобы исследовать окрестности. С этого места Хантянь, Хира, Мантиси и остальные разбежались, призывая свою УПанишады силы и сознание души к поиску. Как только они замечали какой-то резонанс или знакомую энергию, они тут же начинали действовать. Хантянь, Джуди, Геи и Дракула скользили по пустому пространству, пытаясь найти листок УПанишад своей силы. Однако они пока ничего не нашли. Здесь не было ни солнца, ни луны, ни звезд, ни какого-либо источника света. Здесь не было понятия времени. Все старались искать еще усерднее. Однажды из тела Хира, когда он выпускал сознание души, исходил золотой свет, который устремился в очень далекое место. Вдруг первоначальный символ в его ярусе силы УПанишад послал ему крошечную вибрацию. Хира был потрясен. Он немедленно забрал свои остальные частицы сознания души и бросился в том направлении, которое почувствовал первоначальный символ. Через неизвестное количество времени в глазах Хира появились золотые электрические лучи. Он закричал и вскоре исчез. Хира отличался от Хантиня и Джуди тем, что получил оригинальный символ, подаренный Шиеним. Этот оригинальный символ был создан башней символов УПанишад, а башня символов УПанишад была ключом к открытию этого места. Очевидно, между ними существовала тонкая магическая связь. Благодаря этому оригинальному символу он стал первым экспертом в этой группе, который что-то получил. Позади него Мэйтзи с изначальным символом льда и императорская морская акула с изначальным символом воды также имели несколько достойных находок. После долгого времени поисков их соответствующие оригинальные символы послали им резонанс, когда они приблизились к истоку УПанишад силы. Наконец они нашли правильное направление для своих поисков. В один прекрасный день, после долгого полета, Хира наконец достиг странного места. Это была левитирующая в пустоте гора, выглядевшая так, словно ее отлили из сотен видов металлов. Бака горы содержали различные способности УПанишад силы металла. Гора одиноко висела в пустоте. Кроме Хира и горы, в этом месте была только пустота. Хира превратился в струю металлического света и опустился на гору. Как только он приземлился, его голову сильно тряхнули. Ярко золотой первородный символ боролся, пытаясь избавиться от Хира, чтобы слиться с горой и стать маленькой скалой. Это ощущение было настолько сильным, но Хира был в восторге. Он изо всех сил старался остановить первоначальный символ, глядя на гору и думая, как его заполучить. Неподалеку от него Мэйцзи дрожала от страха. От ее тела исходили лед и туман, испуская ужасающий холодный воздух. Перед ней был вечный ледник, который существовал повсюду. Стоя здесь, она вдруг почувствовала прикосновение. Первоначальный символ в ее голове превратился в снежинку, которая беспокойно танцевала, словно хотела слиться с ледником. В другом месте императорская морская акула столкнулась с другим миром. Это была капля воды, очень-очень массивная капля воды. Парящая над ним капля воды показалась морской акуле императору такой незначительной. Из парящей капли доносились звуки журчащей воды. Морская акула император чувствовал себя так комфортно, когда видел эту каплю воды, его душа была спокойна и уютна. Когда он культивировал Упанишаду водной силы, он почувствовал, что принадлежит этой капле воды, а его изначальный символ это тоже капля воды, которая должна быть единым целым с этой массивной каплей. Он смотрел на каплю воды и видел множество форм и способностей Упанишад водной силы. Просто стоя здесь, он получил более глубокие знания о воде. Если бы его первоначальный символ не уплыл и не улетел с яруса Упанишад, чтобы слиться с каплей воды, возможно, он просто стоял бы здесь, чтобы узнать больше о Упанишадах силы воды. Хиро, Мейтзи и император морская акула имели по одному изначальному символу, которые пришли из башни символов Упанишад силы. Возможно, благодаря этому их чувствительность к истоку Упанишад силы стала более точной. После долгого времени поисков им всем было что собирать. Они добрались до фонтана своих соответствующих Упанишад силы, но пока не предпринимали никаких действий. Они обдумывали и искали точный способ слиться с истоком Упанишад. В то же время Хантянь, Джуди и Дракула тоже искали. Поскольку у них не было изначального символа, им было сложнее. Поэтому, похоже, им пришлось полагаться на удачу. Мантисе тоже не повезло. Несмотря на то, что у нее был оригинальный символ, она отклонилась от правильного пути к истоку Упанишад силы времени. Таким образом, она становилась все дальше и дальше от него. Цзэйя искала свой исток Упанишад силы, бесцельно бороздя пустое пространство. Спустя неизвестное время она остановилась, ее лицо стало серьезным. Она посмотрела по сторонам и обнаружила черный вихрь, глубокий, как темная пещера, с восемью островами, образующими восьмиугольное кольцо. Из этого черного вихря вытекала ужасающая, злая энергия, покоряющая разум людей. Уже после первого взгляда Цзэйя была сильно потрясена. Она сразу же поняла, что черный вихрь и восемь островов связаны с Упанишадами силы пожирания. Это место было источником Упанишад пожирающей силы и других восьми злых сил. Они также были Упанишадами силы Шииня. Цзэйя была озадачена некоторое время. Она отошла подальше от черного вихря и высвободила свое сознание души, чтобы позвать Шииня, который должен был слиться с этим истоком Упанишад силы. Если бы Девур нашел это место и слился с истоком Упанишад, его сфера взлетела бы до небес. В то время Девур стал бы кошмаром Шииня. Он бы легко проглотил его, превратив в питательное вещество для своей силы. Цзэйя прекратила поиски истока Упанишад силы, а вместо этого постоянно расширяла сознание души, чтобы найти Шииня. К сожалению, хотя ее сознание души было превосходным, она не могла полностью покрыть это место, чтобы найти Шииня и отправить ему информацию. Она занервничала и подумала, может ли она покинуть это место и найти Шииня. Однако она беспокоилась, потому что не могла найти здесь никаких ориентиров. Шиинь, Хира, Мэйдзи и Императорская морская акула могли найти листок Упанишад силы благодаря изначальному символу в их головах. Но как только она покинет это место, она потеряется, и найти его снова будет непросто. Пока она колебалась, в дальнем углу этого места появились какие-то тени. Эти тени медленно материализовались. Лидером этой группы был Саурон в своей архаичной серебряной мантеле, которая делала его похожим на великого мудреца. Как только он появился, он закрыл глаза, в то время как энергия души Ярос нарвалась из его тела. Джейн Ру, Контиси, Фандел и некоторые другие эксперты отреагировали точно так же, как Мэйдзи и Хантянь в тот момент. Они были в недоумении, когда увидели пустое пространство, и разочарованно нахмурились. Саурон отреагировал быстрее, чем Шиинь в тот момент. Менее чем через минуту он улыбнулся, открыв глаза еще раз. В этом месте хранятся истоки Упанишад Силы, которые являются одним из уровней Упанишад Силы. Вы, ребята, можете разбежаться, чтобы найти истоки Упанишад, связанные с вашими Упанишадами Силы. Каждая Упанишада Силы, существующая в этом мире, имеет здесь исток Упанишад Силы. Однако для каждой Упанишада есть только один источник Упанишад Силы. Если кто-то получит его раньше тебя, ты будешь жалеть об этом всю жизнь. Джейн Ру и Контиси отличались от Мэйдзи и Хантиня, потому что они слышали об истоке Упанишад Силы от Саурона еще до того, как пришли сюда. Слушая Саурона, их глаза загорелись божественным светом, и они поклонились, прощаясь с Сауроном и отправляясь на поиски своей возможности и своего истока Упанишад. Саурон прищурился, провожая их взглядом. Он опустился на землю и стал смотреть на пустоту под собой, бормоча про себя. Итак, все правда. Аналогичным образом, в другой области этого уникального пространства появились Девур, Юань, Безмятежная Тюрьма, Эдгар, Руперт и остальные. Казалось, что врата Абсолютного Начала не закрывались после того, как их однажды открыли. Любой, кто мог пройти через Бесконечную Бездну, мог найти врата Абсолютного Начала и попасть в это место. Здесь ничего нет. У Безмятежной Тюрьмы было озадаченное лицо, когда он пришел и осмотрелся. Девур появился в виде черной тени. Как только он появился, он стал выглядеть довольно смутно. Из его тела, словно щупальца, выстреливали миллионы черных веревок, которые тянулись во все стороны и вскоре исчезали. Юань Цзу прищурился, из его души раздался журчащий звук, и он выпустил сознание души, чтобы проверить. Юань Цзу не заставил людей долго ждать. Он повернулся к Девуру, и они одновременно закричали. Эта земля истоков у Панишат силы. В другой области, медленно появилась голубая шаровая молния, несущая на себе возвышающееся дерево жизненной души. Внезапно шар молний уменьшился и взорвался, а из него появился пустошь в человеческом облике призрачного охотника. Как только Десалати оказался в этом месте, многие фрагменты памяти в его голове были активированы. Из его головы появилось великолепное световое пространство, внутри которого лучи света стреляли и переплетались друг с другом, создавая удивительное, но сложное море света. В этих падающих огнях проявлялись металл, дерево, вода, огонь, земля, воздух и многие силы у Панишат. Если бы Шиянь был здесь, он бы знал, что странное пространство над головой пустоши было так называемым фонтаном у Панишат силы, куда он обычно приходил, когда получал небесное пламя. Это место было чудесной землей внутри континента пустоши. Наконец-то я понял. Рассмеялся пустынник, провисев здесь некоторое время. Глава 1591. Поиск. Перед Шиянем было молочное море жизни, в котором пульсировала и бурлила огромная жизненная энергия. Это было похоже на гигантское, пульсирующее сердце, от которого закипала кровь. Он поморщился от страха, изо всех сил пытаясь утихомирить колыхающийся шар жизни в ярусе силы у Панишат. В его алтаре души хрустальный шар испускал мощные энергетические колебания. Изначальный символ абсолютного начала жизни был похож на дикого и смелого дракона, вытягивающего шар жизни, чтобы войти в море жизни перед ним. Казалось, что символ абсолютного начала должен был слиться с морем жизни, объединив сознание души, жизненную силу и тело Шияня. Шиянь не чувствовал себя в порядке с этим. В его сердце зародился инстинктивный страх. Он боялся, что все его печати души будут стерты. Это чувство пришло из глубины его внутреннего мира, как предупреждение. Свуш, свуш, свуш. Хотя он изо всех сил старался подавить его, хрустальный шар, сущность его у Панишат жизненной силы, с силой вылетел из алтаря души и завис в трех метрах над его головой. Изначальный символ абсолютного начала, олицетворяющий жизнь в шаре все еще колыхался, пытаясь войти в море жизни перед Шиянем. Бум. Его тело, казалось, горело, когда жизненная энергия вырвалась из его тела. Огромная и дикая жизненная энергия больше не слушала его у Панишат силы, она тащила его тело вместе с хрустальным шаром и оригинальным символом абсолютного начала к морю жизни. Удар. 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 В море жизни энергия густо пульсировала и взрывалась, как громкие барабанные удары. Ужасающие взрывы прозвучали, как раскаты грома в море сознания Шияня, сильно сотрясая его алтарь души. Море сознания, пруд души, а также звезда, пространство, пожиратели и другие Упанишады силы сильно тряслись, как будто они вот-вот должны были разлететься на куски. Жизненная энергия пыталась изгнать их из моря сознания Шияня. Это было крайнее самоотталкивание. Исток Упанишад силы внутри этого моря жизни имел чистейший принцип, который не позволял никаким другим Упанишадам силы оставаться в его алтаре души. Все другие Упанишады силы, которые не были Упанишадами силы жизни, были полностью уничтожены, когда они попадали в море жизни. Как только он это понял, Шияня испугался до смерти. Он собрал все свои силы и даже трансформировался в тело абсолютного начала, чтобы не дать своему телу войти в море жизни. Когда он ревел, кровь брызгала из него, пока он пытался отступить шаг за шагом и как можно дальше от этого молочного моря. Солнце, луны, звезды и странный свет падали из его глаз, превращаясь в острый коготь, чтобы схватить хрустальный шар, с силой увлекая его назад. Возвращение к алтарю души. Шиянь не смел задерживаться. Подобно древнему дикому зверю, он рычал и отступал прочь от моря жизни. Только когда он перестал ощущать бешеную энергию моря, он облегченно выдохнул и уменьшил свое тело до человеческой формы. Он вспотел, глядя на море жизни со страхом, который не мог скрыть. У него получилось. Если он хотел соединить это море жизни и влить Упанишаду истока силы жизни в свой алтарь души, ему нужно было устранить все другие Упанишады силы, которые он культивировал. Он должен был использовать алтарь души с одной Упанишадой жизненной силы, чтобы войти в море жизни, чтобы иметь шанс получить ее. Истоки Упанишад силы принимали только воинов с самыми чистыми Упанишадами силы. Например, море жизненной силы Упанишад признавала только эксперта, который посвятил всю свою жизнь культивированию только жизненной силы Упанишад. Очевидно, Шиянь не соответствовал этому требованию. Для него Упанишада жизненной силы была лишь Упанишадой силы, одной из многих, которые он культивировал. Это была не единственная сила, которой он обладал. Одновременно он культивировал космическую, звездную, пожирающую, а также восемь злых сил. Как только он вошел в море жизни, следы всех других Упанишад силы были бы стерты. Все знания и память, накопленные им за сотни лет, будут насильно стерты. Имея в своем теле только Упанишаду силы жизни, он был способен слиться с молочным морем. Кто этот ублюдок, который установил такие проклятые правила? Для экспертов со многими Упанишадами силы, эта земля не является благоприятной землей. Эта земля катастрофы. Шиянь побледнел и возмущенно выругался, но у него не было другого выхода. Он не мог отказаться от космической, звездной, пожирающей или других Упанишад силы. Более того, даже если бы он отказался от них, у него все равно не было ничего, что могло бы гарантировать ему успешное получение Упанишад истока жизненной силы. В этом случае он был бы просто квалифицирован для получения истока Упанишад жизненной силы. Это была огромная цена, которую нужно было заплатить. Поэтому он колебался, ругая и проклиная тех, кто установил такие правила. Глядя на море жизни, он сжал челюсть, размышляя. Через некоторое время он понял, что даже с его знаниями и памятью он не знает, как решить эту проблему, поэтому он сдался. Ну, тогда отложи это в сторону. Сначала мне нужно проверить остальных. Потом я решу. Поразмыслив некоторое время, он собрался с силами, держась на некотором расстоянии от моря жизни. Он начал использовать свою Упанишад и силы контроля жизни и силы контроля души, чтобы создать клона с кровью абсолютного начала в качестве тела и частичкой своей души. Вскоре после этого, когда жизненная энергия в теле хозяина ослабла, он создал девять клонов, которые напрямую соединились с его телом и душой. Пока мелькала его мысль, девять клонов разлетелись в девяти разных направлениях, пытаясь найти способ помочь ему выйти из этой сложной ситуации. Эдгар внимательно следил за тенью, блуждавшей по пустому пространству. Через каждый час появлялась другая тень, приземлялась рядом с этой тенью и уходила меньше, чем через минуту. Эдгар наблюдал, как эти тени приходят и уходят. Он знал, что это были клоны души его предка, созданные Упанишадом с помощью силы контроля души. Девур влил энергию в своих клонов, чтобы они могли питать их некоторое время. После того, как они израсходуют всю энергию, они вернутся к нему. Эти клоны были только в форме души и не имели плотского тела, поэтому их скорость была просто потрясающей. Однако из-за своей формы души они не могли вместить много энергии, поэтому им приходилось несколько раз возвращаться к нему, чтобы получить энергетическую подпитку. Девять клонов Шиеня были созданы его кровью абсолютного начала, поэтому они могли содержать много энергии. В то же время у них было достаточно сил, чтобы сражаться некоторое время. Но, несмотря на то, что им не требовалось много раз пополнять энергию, они не могли двигаться слишком быстро. По сравнению с клонами душ Девура, у них были свои преимущества и недостатки. В этот момент множество клонов душ двигались вокруг Девура. Он был похож на ушедшего призрака, у которого не было места назначения, так как он постоянно использовал клонов души, чтобы искать вокруг. Места, которые он проходил, были заполнены его клонами душ, поэтому у него был большой радиус поиска. Продолжая в том же духе, он скоро найдет способ справиться с истоком Упанишат силы. О! Девур остановился. Эдгар видел, как быстро двигалась его тень, когда он сосредоточился. В очень далеком от них месте император Морская Акула стоял на массивном водяном шаре. Он призывал свое сознание души, используя Упанишаду водной силы, чтобы войти в исток Упанишады водной силы. Однако в этот момент недалеко от него возникла тень, открывшая пару жутких зеленых глаз, как у призрака. Император Морская Акула изменил свое выражение лица. Поскольку он не знал, что это клон Девура, он подумал, что это злобное местное существо. Недолго думая, он тут же призвал силу, чтобы атаковать тень. Взмах. Свиш. Взмах. Из его глаз, словно лента, вырвался нежный поток воды. Как только он пустил эту ленту, его поразил резонанс с истоком Упанишад водной силы, когда он призвал свою Упанишаду водной силы. Какая-то магическая сила смешалась с его потоком воды, сделав его постоянно меняющимся. Шипение. Клон души Девура получил удар и взорвался зелеными пузырями, которые сверкали, как глаза Девура. Жуткие глаза некоторое время смотрели на морскую акулу, а затем отлетели назад. Императорская морская акула почувствовал, как по его позвоночнику пробежала дрожь, когда жуткие зеленые пузырьки посмотрели на него, как будто за ним наблюдало злое существо. Поколебавшись некоторое время, он остановил свою работу по слиянию с истоком Упанишад силы воды. Завис и стал ждать грядущих событий, если таковые произойдут. В другой области, Деваур, черная тень, некоторое время вращалась. Вскоре после этого издалека к нему подлетело скопление жутких зеленых пузырей. Когда они приблизились к нему, пузырьки превратились в струи зеленого света и вошли в его черную тень. Про отец, что ты только что нашел? Спросил Эдгар низким голосом. Этому императору морской акулы крупно повезло. Он нашел истоку Упанишад водной силы и пытается его заполучить. Он разбил одну из моих полых душ, так как она не выдержала силы, голос Девура был неясным и низким. Я запомнил его. Как только я получу свою силу Упанишад истока, я проглочу его. Нам нужно оповестить Юаня? Спросил Эдгар, который был немного озадачен. Не нужно. Если он первым получит исток Упанишад, то станет очень назойливым. Девур остановил Эдгара и холодно сказал. Сейчас нам нужно найти мой исток Упанишад. Это гораздо важнее, чем все остальное. Да, я понял, уважительно кивнул Эдгар. У прекрасного ледника изящное тело Мэйтзи стало кристально белым и сверкающим. Некоторое время она колебалась, чувствуя в своей душе начальное волнение Упанишад силы льда, и в конце концов решила войти в ледник. Волшебную страну Упанишад силы льда. Мы нашли это. Мы наконец-то нашли его. Вдалеке раздался чей-то радостный возглас, когда две тени метнулись плечом к плечу обе ледяные. Это были два эксперта снежного племени, которых Саурон привел с собой. Племя снега жила на территории всех холодных снегов, и все они культивировали Упанишаду ледяной силы. Эти два представителя племени снега были двумя белоголовыми мужчинами в полностью белых одеждах с мехом. После того, как они расстались с Сауроном, они бродили по окрестностям, чтобы проверить, и медленно добрались до этого места из-за плотности холода. Как только они прибыли, то обнаружили Мэйцзи, которая выглядела как статуя богини, сделанная изо льда. Она плыла вверх, пытаясь попасть в ледник. Братья обменялись взглядами, а затем зарычали, превратившись в двух ледяных драконов, и с ревом бросились на Мэйцзи. Глава 1592 Битва на леднике Племя снега жила на территории всех холодных снегов, самом холодном месте в морском домене ничтожности. Вся территория была заморожена круглый год. Территория всех холодных снегов была источником сильных холодных порывов, дующих через морской домен нигелите на протяжении миллиардов лет. Здесь было очень холодно и сурово. Даже воины, культивирующие упанишат ледяной силы, не осмеливались регулярно посещать это место. Племя снега родилось на территории всех холодных снегов, поэтому они с рождения были невосприимчивы к холоду, а также были гениями в культивировании упанишат силы льда. Десять тысяч лет назад один из членов племени снега на территории всех холодных снегов достиг второго неба территории предков, сразу же прославив племя снега. Он покинул территорию всех холодных снегов, чтобы посетить суетливые земли вокруг морского домена ничтожности. Где бы он ни путешествовал, мир был заморожен. Он принес много бед другим кланам. В конце концов, он пришел на территорию клана Таинственного Неба и столкнулся с Хантянем, который культивировал упанишаду огненной силы. Более того, Хантянь сильно ненавидел экспертов с упанишадой силы льда. Хотя у них не было никаких обид друг на друга, между ними произошла сотрясающая землю битва. После окончания битвы человек, которого вся территория холодного снега боготворила как бога снежной земли, был тяжело ранен. Он вернулся в территорию холодного снега и с тех пор больше не показывался. Этого эксперта звали Сюйе, Снежная ночь, и он был гордостью всех членов снежного племени. А вот эта пара братьев из снежного племени были его сыновьями, Сюйюань, Досл, Снежное поле, и Сюйфын, Досл, Снежный зенит. В тот год, когда Сюйе сражался с Хантянем, он был ранен и помог создать славу Хантяню. После его возвращения на территорию всех холодных снегов, его территория все еще горела. Он знал, что не сможет спасти свою жизнь, поэтому решил разделить свою силу бога на две части и отправить их своим сыновьям. Таким образом, его сила создала двух новых экспертов царства предка территории снега. Сюйюань и Сюйфын на первом небе территории предков стали новой надеждой и гордостью снежного племени. Они решили последовать за Сауроном, надеясь восстановить славу снежного племени. Они хотели найти Хантиня, чтобы отомстить. Пройдя через врата абсолютного начала, они хотели найти исток Упанишад ледяной силы, который подтолкнул бы их к высшему царству на пути к высшей силе. Поэтому, увидев ледник, похожий на Упанишаду ледяной силы, которую они так старались найти, они не стали долго раздумывать и просто ринулись вперед. Сюйюань и Сюйфын покачнулись, превратившись в двух снежных драконов ледяного мороза. Ярко-серебристые драконы с ревом и пронзительным криком устремились в мир льда, а их огромные драконь и рога превратились в массивную сосульку и вонзились в Мэйцзи. Острая ледяная колонна достигла Мэйцзи, несмотря на расстояние, а холодная сила разрасталась, словно хотела заморозить и расколоть все небо. Поскольку Мэйцзи также культивировала Упанишаду силы льда, она почувствовала холодную ауру и холодно шипнула. Твоя сфера недостаточно высока. Пустота перед грудью Мэйцзи превратилась в ледяной нефрит со скоростью, которую можно было заметить невооруженным глазом. Две ледяные колонны, созданные рогами дракона, с силой ударили по ней, но смогли попасть только в ледяной нефрит. Треск. Треск. Ледяные колонны раскололись на куски, а снежные драконы ледяного мороза закричали, как будто их сильно ударили. Лицо Мэйцзи было холодным, ее глаза сверкали в мире завывающего снежного ветра. Члены снежного племени, вы, ребята, гении, культивирующие Упанишаду ледяной силы. Неудивительно, почему вы смогли прийти сюда без изначального символа. К сожалению, ваше царство недостаточно высоко. Вы осмеливаетесь бороться за истоку Панишад силы льда? Ты спишь? Треск. Треск. Ледяные глыбы на теле Мэйцзи разлетелись в дребезги, и тысячи осколков льда превратились в торнадо, устремившиеся к двум снежным драконам ледяного мороза. Мгновенно на серебристом теле снежных драконов ледяного мороза появились тысячи порезов. Колющий воздух проникал сквозь мелкие порезы, вонзаясь в море сознания двух братьев. Снежные драконы ледяного мороза разразились болезненными криками, когда снежинки разлетелись и скопились в их телах. Два воина снежного племени вновь появились на свет со множеством порезов на теле. Белый холодный воздух дымился из порезов. Оба брата дрожали, несмотря на то, что они культивировали у Панишаду ледяной силы. Они чувствовали такой холод, как будто их души онемели. Брат Ана-Ана на втором небе территории предков, заикнулся Сюйфын. Лицо Сюйюяня было холодным. Он задумался на некоторое время, а затем сказал, мы должны использовать две части холодной энергии, которые оставил нам отец. Брат, закричал Сюйфын. Его лицо изменилось. Это единственный способ поддержать победу. Сюйюян закричал, колотя себя в грудь. Из его сердца вырвался холодный свет, превратившись в кристально чистый меч. Холодная и острая энергия, движущаяся внутри меча, заставила Сюйюяня оцепенеть. Сюйфын на некоторое время растерялся. Когда он понял, что не может остановить брата, он больше не колебался. Из его сердца вырвался холодный свет, который странным образом слился со светом Сюйюяня. Треск. Треск. Два меча слились в один, став еще более ослепительными. Затем они превратились в ледяного дракона и устремились к Мэйцзи. Мэйцзи сосредоточилась на атаке, ее очаровательное лицо стало суровым. Она увидела, что в этом ледяном драконе было запечатано несколько тысяч душ снежных драконов. Ледяные снежные драконы были галидомами снежного племени. Это был странный зверь, обитавший на территории всех холодных снегов. Они были очень могучими и могли глотать холодный воздух, чтобы культивировать. Ледяной снежный дракон был хранителем снежного племени на протяжении многих поколений, живя на территории всех холодных снегов. Сюйюяня и Сюйфэн получили холодную силу своего отца, с помощью которой они прорвались в царство предков территории. После этого они обнаружили землю, где покоились души снежного дракона ледяного мороза, и переработали эти души в две части холодной энергии, которые они получили. Вообще-то, они хотели использовать полученную холодную энергию, чтобы расправиться с хантяним. Но в данный момент они должны были использовать ее для истока упанишат силы. Несколько тысяч душ снежного дракона ледяного мороза содержали леденящую кровь энергию, которая была чрезвычайно страшной и могла сравниться с атакой эксперта третьего неба территории предков. Мэйцзи находилась на втором уровне царства предков территории. Увидев ледяного дракона, она на мгновение задумалась и поняла, что не сможет ему противостоять. Мэйцзи стиснула зубы и, словно ледяная стрела, устремилась прямо к леднику. Она, что она хочет сделать, Сюйфен был удивлен и закричал. Сюй Юань тоже не мог этого объяснить. Он сосредоточился, взяв себя в руки. Он послал больше силы дракону, в котором было запечатано несколько тысяч снежных драконов ледяного мороза, чтобы преследовать Мэйцзи и дальше. Странно, но тело Мэйцзи упало в ледник, и она исчезла, словно капля воды в огромном море. Ледяной дракон, созданный душами ледяного снежного дракона, все еще ревел и завывал. Однако он остановился, не долетев до ледника. Дракон дрожал от страха, словно знал, что как только он доберется до ледника, тысячи душ ледяного снежного дракона вскоре погибнут. «Брат, почему так?» — закричал Сюйфен, ничего не понимая. Он влил еще больше энергии, но ледяной дракон не слушал его. Я не знаю, что там происходит, Сюйюань тоже был в недоумении. Пока они пребывали в недоумении и нерешительности, над ледником появился клон Ши Яня. Девять клонов, вышедших из тела носителя, смутно чувствовали Мэйцзи, императорскую морскую акулу и мантиси. Те, кто получил от Ши Яня изначальный символ, имели магическую связь с башней символов Упанишат Силы, что помогло ему обнаружить Мэйцзи и остальных. Благодаря этой слабой связи, когда девять его клонов улетали, они могли путешествовать по тем же маршрутам, которые выбрали Мэйцзи и остальные. Один из его клонов нашел Мэйцзи. Однако, как только он прилетел, связь с ней прервалась. Он не видел Мэйцзи около этого ледника, но видел Сюйюяня и Сюйфена. Точно так же Сюйюян и Сюйфен видели его. После того, как они извлекли Ледяного Дракона, они обнаружили, что здесь появился незнакомец. В результате они сразу же стали бдительными, когда Сюйюян спросил «Кто ты?». Он не мог почувствовать холодную ауру Ши Яня, поэтому знал, что тот не культивирует ту же силу Упанишат. Он действительно враждебно относился к Ши Яню. «Кто ты?» Удивился Ши Янь. «Мы из Снежного Племени. Мы здесь, чтобы найти Упанишаду истока силы Снежного Дракона Ледяного Мороза. Вы не культивируете Упанишаду Ледяной Силы. Вы пришли не в то место. Надеюсь, мы не будем мешать друг другу», — сказал Сюйюян. Он не мог видеть базу культивирования Ши Яня. Хотя это был всего лишь клон, но так как Ши Янь достиг третьего неба территории предков, его клоны были достаточно сильны. Поэтому Сюйюян не хотел провоцировать новые проблемы. «За кем ты последовал, чтобы попасть сюда?» Ши Янь быстро понял это и нахмурил брови. «К какой группе ты принадлежишь?» «К клану Саурона, Юянь Цзу или клану Пожирателей?» Сюйюян сразу же изменился в лице. «Ты, в какой группе ты принадлежишь?» «К той, что пришла первой?» Ши Янь злобно усмехнулся. «Кто вы?» В страхе закричал Суи Фын. «Ты императорская морская акула или прародитель драконьей ящерицы?» Прежде чем они пришли сюда, Саурон рассказал им о спутниках Ши Яня. «Услышав, что он был из группы, которая прибыла в это место первой, братья поняли, что ситуация складывается не лучшим образом. Ты много знаешь, не так ли?» Ши Янь улыбнулся. «Я тот, кто открыл врата абсолютного начала. Я Ши Янь. Полагаю, ты пришел с Сауроном, верно?» Во время паузы его лицо стало холодным, и он закричал. «Где мы, Дзи?» «До того, как я попал сюда, я чувствовал ее ауру вокруг. Где она сейчас?» Суи Янь и Суи Фын были шокированы. Они инстинктивно отступили, их лица исказились. Имя Ши Яня было распространено по всему Звездному морю. Все воины знали значение его имени. Самый жестокий бог убийства, уничтоживший штаб-квартиры клана Души, клана Пожирателя, клана Черного Демона и клана Древнего Монстра. Он спровоцировал войну между семью великими кланами. Он наложил вечную печать, используя две упанишады силы. Описание Ши Яня промелькнуло в их головах, заставляя их горько сожалеть о своем невезении. «Я спрашиваю тебя еще раз, где мы идти?» В глазах Ши Яня сверкнул злобный огонек. Он стал нетерпеливым и, крича, пошел по пустоте в сторону братьев. Сю Яня и Сю Ифын обменялись взглядами, затем закричали и призвали Ледяного Дракона, в котором было запечатано несколько тысяч душ Снежного Дракона Ледяного Мороза. Они хотели изо всех сил сопротивляться. Глава 1593. Клоны собираются. Ледяной дракон с душами Снежного Дракона Ледяного Мороза внутри двигался, выпуская леденящий до костей холодный воздух, который был достаточно холодным, чтобы заморозить даже пустоту. Ши Янь прищурился, его глаза наполнились ярким звездным светом, а лицо потяжелело. Это тело было всего лишь клоном, а его настоящего тела здесь не было. Столкнувшись с атакой Ледяного Дракона с холодной энергией, он немного испугался, поэтому он решил уклониться. Грохот. Его руки сделали режущий жест, и полосы блестящих галактик возникли, заполнив этот участок пустоты. Великолепные звездные реки сплелись друг с другом в чудесную звездную карту. Клон Ши Яня уменьшился до крошечной световой точки, которая дважды мигнула, а затем исчезла в звездной карте. Ледяной дракон упал в звездную карту, когда раздался треск замерзающей пустоты. Блестящие звезды и сплетающиеся звездные реки замерли, а вращающаяся звездная карта остановилась. Пространство и пустота, все видимые и невидимые было заморожено холодной силой нескольких тысяч душ снежного дракона ледяного мороза внутри ледяного дракона. Все напоминало комара, навечно запертого в янтаре, или вечного себя, которого создали Ши Яни Мантиси. Звездная карта со множеством звездных рек, пересекающих друг друга, застыла в кристаллическом льду. Сюй Юян и Сюй Фэн обменялись взглядами, затем, покачиваясь, полетели к ледяному дракону, зависшему посреди замерзших звездных рек. Где он? Сюй Фэн использовал свою душу, чтобы проверить, как поток холодного воздуха, похожего на Ини, пытается найти тело Ши Яня. Ходят слухи, что этот человек обладает сверхъестественными способностями, и что у него также есть множество упанишат силы. Оказывается, на самом деле он не такой уж и смелый. Сюй Юян нахмурился, покачав головой. Мы не можем доверять слухам, понимаешь, я думал, что он сильный. Похоже, мы его переоценили. Ха-ха, он также доказал наши превосходные техники. Сюй Фэн сделал высокомерное лицо. Холодная энергия снежного дракона ледяного мороза даже сильнее, чем атака моего отца в полную силу. Не говоря уже о Ши Яне, даже Хань Тянь не сможет ее выдержать. Сюй Юян кивнул в знак согласия. Они прибыли из территории всех холодных снегов, которая находилась за тысячи миль. Конечно, у них были кое-какие хитрости. Иначе они бы не осмелились противостоять Хань Тиню. Они могли прийти и последовать за Сауроном из-за свирепого снежного дракона ледяного мороза. Я думаю, он замерз в звездных реках. Подтвердил Сюй Фэн. Он посмотрел на кристаллический звездный свет под собой, фыркнув. Если мы раздавим эту звездную реку, его тело тоже будет раздавлено. Даже если его душа не пострадает, его тело будет уничтожено. Глаза Сюй Юяня засияли. Говорят, у него тело абсолютного начала. Значит, в его теле должна быть кровь абсолютного начала. Сюй Фэн жадно облизнул губы. Его глаза стали горячими. Если мы высосем его кровь, мы тоже сможем получить тело абсолютного начала. Теоретически, да. Сюй Юянь понизил голос. Его глаза тоже стали горячими. Братья выдержали паузу в несколько секунд, а затем внезапно одновременно призвали силу. В глубине их глаз закрутились многочисленные сосульки. Ледяные колонны и снежинки и с ревом, словно бешеный торнадо, устремились к замерзшим звездным рекам. Бум-бум-бум-бум. Раздались сотрясающие землю взрывы, когда звездный свет вырвался из звездных рек вместе с кусками льда. Звездная карта, созданная звездными реками, разрушилась в одно мгновение. Волна огромной и таинственной звездной энергии прокатилась по ней, создавая новые взрывы. Вскоре звездная река была раздавлена и исчезла. Все лучи света, точки и кусочки льда разлетелись в бесконечной пустоте. Братья сосредоточились на зондировании, используя сознание души, чтобы проверить каждое мельчайшее колебание энергии. Они хотели найти тело Ши-Яня, чтобы высосать его кровь абсолютного начала и трансформироваться самим. Однако, пока не исчез последний луч, они не нашли ни малейшей ауры Ши-Яня. Ши-Я не исчез, как будто его здесь никогда и не было. Эта странная ситуация вызвала у братьев чувство неуверенности. Брат, это ненормально. Пробормотался и фын, его глаза сверкали. В конце концов, его взгляд упал на ледник неподалеку. Неужели он вошел в истоку Панишат Силы, как и та женщина? Удивился Сю-Янь. Возможно, когда они объединились, чтобы напасть на Мэйтзи, она погрузилась в ледник, который представлял собой истоку Панишат Силы Льда, как только поняла, что не может победить их. Ледяной дракон не смог напасть на нее, а теперь и Ши-Янь исчез. Естественно, они предположили, что Ши-Янь вошел в ледник, как Мэйтзи, когда увидел, что ситуация стала плохой. Тогда что нам делать? Сю-Янь был немного обеспокоен. Саурон сказал, что если мы сможем получить истоку Панишат Силы, то станем единственным богом этой Панишады Силы. Мы даже сможем устанавливать правила. Эта женщина попала туда. Может, нам тоже поторопиться? Ты знаешь, как получить истоку Панишат? Сю-Янь бросил на него взгляд. Я не знаю. Тогда почему ты спешишь туда? Но, но. Никаких но. Мы просто ждем здесь, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь. Сю-Янь взял себя в руки. Слияние с истоком у Панишат Силы, это не так-то просто. Если эта женщина захочет забрать его, то здесь произойдет что-то странное. Мы просто подождем здесь, чтобы увидеть это. Когда представится возможность, мы убьем ее. Хорошо, два брата не хотели действовать необдуманно. Они парили у вечного ледника, ежедневно наблюдая и подмечая каждую мелкую деталь ледника. Ледник был истоком ледяной силы у Панишат. Братья молча парили, наблюдая за происходящим с помощью своего разума. Постепенно они были удивлены, когда обнаружили, что их понимание у Панишата Силы льда становится все более глубоким. Это открытие обрадовало их, и они еще больше уверились в своем решении не пти к леднику. Они почувствовали движение холодной энергии внутри ледника и осторожно воспользовались шансом узнать больше. В безмятежной пустоте, подобно потрясающему рубину, быстро двигалась капля яркой и чистой крови, в которой находилась душа Ши Яня. Эта капля крови была клоном Ши Яня, который сбежал из ледника. В странном ледяном драконе Ши Яня были запечатаны тысячи снежных драконов, обладающих огромной силой. Выступать против дракона с одним клоном было неразумно, поэтому он решил увернуться от копья и найти поблизости другого клона, с которым можно было бы соединиться. Тем временем другой клон приблизился к нему. Свуш. Этот клон остановился в полете, и капля рубиновой крови попала ему на грудь, слившись его кровью. После этого слияния колебания его жизненной энергии стали в два раза сильнее, а его душа и энергия значительно усилились. Хэм, все еще нужно немного больше. Двух клонов недостаточно. Чтобы быть в безопасности, я должен получить еще одного клона. Затем клон Ши Яня перешел к другому клону. Два одинаковых Ши Яня слились друг с другом, как иллюзии, став одним целым. У Ши Яня, созданного тремя клонами, жизнь, душа и аура резко возросли. У этого Ши Яня была более тесная связь с телом носителя, и он даже мог получать энергию от тела носителя через пространство. Теперь все хорошо. Губы Ши Яня шевельнулись, и он превратился в невидимый поток энергии, пронесшийся через 10 тысяч мили, достигший ледника. Брат, ты почувствовал что-то странное? Сюйфен сидел у ледника. Он открыл глаза и перестал постигать силу. Похоже, что ледник движется. Он медленно движется, как будто в нем есть жизнь. Ты чувствуешь это? Сюй Юян изменил выражение лица, повернувшись к леднику. У меня тоже такое чувство. Перед ними вечный ледник излучал холодную энергию во время движения. Однако только двое из них, культивировавших у Панишаду силы льда, могли почувствовать такое незначительное движение. Поэтому они направили туда свои сознания душ, чтобы проверить и подтвердить. Ледник уменьшается. Внезапно Сюй Юянь вскочил на ноги. Он поспешил воспарить в пустоту, чтобы понаблюдать, словно заметил что-то страшное. Боже, что? Что происходит? Хрипло закричал Сюй Юянь. Затем они увидели, как вечный ледник уменьшается с двух сторон. Со своего места они увидели, как ледник превратился в женскую фигуру. Это было тело Мэй Цзи. Она пытается забрать истоку Панишад ледяной силы. Сюй Фэн завис в воздухе и сразу понял. Мы не можем позволить ей получить его любой ценой. Конечно, мы должны остановить ее. Лицо Сюй Юяня было холодным. Он немедленно призвал всю свою силу, чтобы сломать шанс Мэй Цзи, который выпадал раз в голубую луну. Он вернулся. Сюй Фэн бессознательно попятился назад, увидев появившуюся тень. Ши Янь, закричал Сюй Юянь, треск, треск, треск. Они вдвоем без колебаний атаковали его тем же приемом. Холодный свет вырвался из их тел, создавая ледяного дракона. На этот раз лицо Ши Яня было спокойным. Он коснулся своей лопатки, и из нее вырвалась звездная река небосвода. В этом темном и тихом месте все небо сверкало и ослепляло. Звезды сияли одновременно, как массивные драгоценные камни. Это была та самая звездная карта, составленная из сплетенных звездных рек. Эта звездная карта на самом деле была божественным оружием абсолютного начала, которое открыло яркую территорию с огромным пространством. Ледяной дракон, запечатавший в ней тысячи душ снежного дракона ледяного мороза, выпустил холодный белый туман. Однако звездная карта все еще двигалась, словно никогда не остановится. Напротив, звездный свет просачивался в души драконов, значительно уменьшая их холодный воздух. Звезды взорвались. Звезды, сверкавшие как драгоценные камни, взорвались одновременно, и звездная карта снова изменилась. Целое звездное небо падало, как катастрофа, способная уничтожить вечную галактику и все, что в ней находится. В этот момент ледяной дракон раскололся. Тысячи душ ледяного снежного дракона освободились от ледяного дракона, завывая и возмущенно рыча. Они набросились на Сюйфына и Сюйюяня, кусая и разрывая их. Глава 1594. Путь слияния. Собралось несколько тысяч снежных драконов, которые с ревом и возмущенным визгом рвали и кусали Сюйюяня и его брата. Ледяные снежные драконы появились в виде холодных воздушных потоков. В этой ледниковой области холодная сила снежных драконов была леденящей до костей. Братья Сюй пронзительно кричали и бились в агонии. Шиянь был очень удивлен. Видя, что братьев вот-вот разорвут на части, он больше не нападал. Разве снежные драконы Ледяного Мороза не являются священными зверями снежного племени? Почему они нападают на двух братьев из снежного племени? Сый был настроен скептически. Издалека донеслись звуки горящего пламени. Когда Шиянь все еще был в недоумении, раздался громкий смех Хантиня. Он появился в форме горящего человека с красным пламенем, полностью покрывающим его. Однако, как только он подошел к Шияню, пламя на его теле утихло, и он вернулся в человеческий облик. Снежное племя Хантянь посмотрел на Сюй Юяня и Сюй Фына. Неудивительно, почему я почувствовал Ауру Сюй Е, я думал, что он еще не умер, поэтому и поспешил сюда. Я хотел сразиться с ним снова, но здесь у меня только два юниора. Ты не смог найти листоку панишат огненной силы? Удивился Шиянь. Хантянь кивнул, поморщившись. Я долго бродил вокруг. Возможно, мне не повезло, раз я ничего не нашел. Вздох. Думаю, мне нужно продолжать поиски. Остановившись на некоторое время, его глаза просветлели. О, да ты просто клон. Эй, а как насчет тебя? С твоими способностями, я думаю, ты должен был что-то найти. Верно? Шиянь сделал недовольное лицо. У меня проблемы. Я пришел сюда, чтобы узнать, смогу ли я найти какое-нибудь решение. Что случилось с этими двумя? Хантянь указал на двух воинов Снежного племени, говоря с ненавистью. Снежное племя со времен Суэе пошло по неправильному пути. Они сделали Суэе богом Снежной территории. Проклятие. Эти два сопляка похожи на него. Снежные драконы Ледяного мороза разорвут их до смерти. Они заслужили это. Похоже, твоя обида на Снежное племя очень велика. Шиянь усмехнулся. Холодные глаза Хантиня были устремлены на двух сопротивляющихся воинов Снежного племени, и он сказал. Снежные драконы Ледяного мороза были коренными жителями территории всех Холодных снегов. Они жили там еще до Снежного племени. Я слышал, что Снежное племя родилось от Снежного дракона Ледяного мороза и человеческой женщины. Не ошибусь, если скажу, что Снежные драконы Ледяного мороза были предками Снежного племени. За последние десятки тысяч лет Снежные драконы Ледяного мороза на территории всех Холодных снегов отдали лучшие места для выращивания племени Снега. Они даже присматривали за членами Снежного племени, обучая их использованию упанишат силы и защищая их на протяжении многих поколений. Голос Хантиня был холодным и медленным. Он фыркнул. Жаль, что Снежное племя не знало, как отплатить за оказанную им доброту. Чтобы стать сильнее, они пришли туда, где покоились души Снежного дракона Ледяного мороза, и запечатали эти несчастные души, чтобы увеличить свою силу. Они посягнули на своих предков. Все их ненавидят. Выслушав Хантиня, Шиянь прокомментировал. Да, это просто отвратительно. В тот год у меня не было никакой злобы на Сюйе, и когда он путешествовал по территории клана Таинственного неба, он не делал ничего оскорбительного. Я встревожился и бросил ему вызов, потому что увидел души Снежного дракона Ледяного мороза, запечатанные в его силе. Я знаю, что он сделал. Конечно, я должен был преподать ему урок. Лицо Хантиня стало холодным и суровым. Было время, когда я впал в оцепенение, культивируя у Панишаду огненной силы. Злое пламя проникло в мое сердце и кости. Я отправился на территорию всех холодных снегов, чтобы с помощью холодного воздуха нейтрализовать ядовитую кровь. Там я встретил Снежных драконов Ледяного мороза, которые мне очень помогли. Они были очень дружелюбными и чистыми зверями. Он вспоминал прошлое и все еще был тронут воспоминаниями. Шиянь внезапно понял, что Снежные драконы спасли жизнь Хантиню. Поэтому, когда он узнал, что его благодетели не могут покоиться с миром, а их дети бесчестно обошлись с ними, у него испортилось настроение. Неудивительно, почему Хантинь напал и избил того, кого называли богом территории снегов. Пока они разговаривали, братья все убили несколько тысяч душ Снежного дракона Ледяного мороза. После того, как эти души Снежных драконов Ледяного мороза убили тех, кто их запечатал, они не могли долго существовать. Без хозяина они теряли свою силу, постепенно исчезая. Похоже, что эти Снежные драконы Ледяного мороза сильно обиделись на тех двоих. Они знали, что те исчезнут после смерти хозяина, но все равно убили их. Шиянь эмоционально вздохнул. Хантянь не ответил ему. Он стоял, наклонив голову, чтобы в последний раз поприветствовать Снежных драконов Ледяного мороза. Когда все Снежные драконы Ледяного мороза исчезли, он вздохнул. В этот момент он наконец заметил ледник под собой и удивленно спросил. Вот это да. Ледник уменьшается. О, эй, это похоже на женское тело, не так ли? Там Мэйцзи. Объяснил Шиянь. Хантянь изменился в лице и рассмеялся. Этой девушке действительно сопутствует бог удачи. Она достигла второго неба территории предков только через несколько сотен лет, а теперь она получила ледяную силу Упанишад истока. Я уверен, что мы не сможем оценить ее достижения в будущем. Он бросил на Шияня двусмысленный взгляд. Очевидно, он думал, что Шиянь помог ей найти это место и получить Упанишаду ледяной силы. Я не помогал ей. Она сама нашла это место. Я здесь, чтобы понять, как слиться с истоком Упанишад силы, поэтому я хочу найти некоторые подсказки. Шиянь принужденно улыбнулся и сосредоточился на наблюдении. Мэйцзи владела техникой соблазнения, которая была врожденной сверхъестественной способностью ее клана призраков. Каждая женщина клана была одарена этой способностью, и это не была сила Упанишад. Мэйцзи культивировала Упанишаду силы льда, которую она развивала всю свою жизнь. Таким образом, она была квалифицирована для получения истока Упанишад силы льда. Когда она вошла в ледник, ее не стали бойкотировать, как это случилось с Шиянем. Очевидно, что Мэйцзи шла по пути слияния. Это подтвердилось, когда они увидели, как ледник уменьшился и стал похож на женщину. Она использовала исток силы Упанишад, чтобы усовершенствовать свой алтарь души и тела. Когда ледник уменьшался, это указывало на то, что таинственная сила принципа истока Упанишад передавалась и впитывалась в ее тело, алтарь души и душу. В конце концов, ледник полностью исчезнет в ее теле. В это время Мэйцзи стала богиней ледяной силы Упанишад. Она стала создательницей правил, которая понимала все изменения и способности Упанишад силы льда. Можно было использовать исток Упанишад силы, чтобы продвинуться дальше от территории предков. Среди группы экспертов, пришедших сюда, про отец драконий ящер надеялся восстановить родословную своих предков. Хантян хотел найти что-то, что поможет ему пройти через территорию предков, а Мантиси хотел найти все тайны и магию времени. У каждого из них была четкая цель. Мэйцзи хотела присоединиться к ним любой ценой, но она не питала больших надежд. Она просто хотела сопровождать Шияня. И вот, женщине без надежды в итоге повезло больше всех. Она получила исток Упанишад ледяной силы и стала первой, кто вступил на путь слияния. Тебе следует продолжить поиски истока Упанишад огненной силы. Наблюдая за ледником, Шиянь вдруг сказал. Двое из снежного племени последовали за Сауроном сюда. Я уверен, что Саурон возьмет с собой не только двух экспертов из племени Снега. Юэнни Девур тоже здесь. В их команде должен быть кто-то, культивирующий Упанишад огненной силы. Тебе лучше не позволить никому найти исток Упанишад огненной силы раньше тебя. Конечно, я понимаю это. Но я уже долгое время ищу без положительного результата. Мне кажется, что я использовал всю свою удачу, сказал Хантянь. Обычно лед и огонь – это противоположные полюса. Если исток Упанишад ледяной силы находится здесь, то, думаю, исток Упанишад огненной силы находится недалеко отсюда. Ты долгое время искал в неправильных направлениях, поэтому их можно исключить. Поскольку ты здесь, я думаю, что, скорее всего, ты найдешь исток Упанишад огненной силы где-то поблизости. Шиянь изложил ему свою логику, услышав которую, глаза Хантиня засияли. Через несколько секунд он с улыбкой кивнул. Звучит логично. Я последую этим путем. Надеюсь, я смогу собрать что-нибудь с твоей удачей. Да, желаю тебе всего наилучшего, улыбнулся Шиянь, глядя вслед уходящему Хантиню. Один из клонов Шияня бесцельно бродил в поисках того, кто сливался с другим истоком Упанишад силы. Он надеялся увидеть и узнать ключ к достижению слияния. Спустя неизвестное время он почувствовал знакомую ауру из незнакомого места. Это была аура Цзия, которая имела чистый, святой вкус, который мог быть только у испуганного божественного света. Когда он узнал Цзия, она уже давно искала его, поэтому сразу же отправила ему сообщение. Приходи ко мне. Я нашла Упанишаду истока пожирающей силы. Клон Шияня был озадачен, а затем превратился в струю света и устремился к Цзия. Цзия наконец-то выдохнула с облегчением рядом с пожирающей черной дырой. Она успокоилась, наблюдая за черной дырой и восемью злыми силами в ожидании Шияня. В один из дней Цзия вдруг почувствовала тяжесть и дискомфорт. Она сосредоточилась, ее глаза, казалось, могли видеть сквозь пространство. Мелькнула черная тень и быстро убежала. Это были клоны полых душ Девура. Цзия знала Девура столько лет. С этим тяжелым чувством она сразу же поняла его. Вот черт, он поймал меня. На этот раз он крут. Черная дыра и восемью Упанишад злой силы были теми силами, которые Девур культивировал всю свою жизнь. Он потратил все свои силы на культивирование этой злой силы, а также был предком всех Упанишад злой силы. Если бы он получил исток Упанишад, его сила резко возросла бы. В то время не только Шиянь, но даже пустынник не мог быть ему ровней. В этом Звездном море всем существам грозила катастрофа, так как их всех поглотил бы Деваур. Стремясь создать себя и клан Девура, он мог уничтожить весь мир. Деваур заметил меня. Собери всю свою силу и приходи сюда со всеми клонами и телом носителя. Цзия отправила еще одно сообщение. Она знала, что Шиянь обладает силой, и что сейчас это всего лишь один из его клонов. Раньше все было в порядке, но теперь Девур знала об этом месте. Поэтому она быстро приняла решение, попросив Шияня собрать всю свою силу. Хорошо, ответил Шиянь, и его тело и душа одновременно покинули это место, быстро двигаясь. Цзия, глава 1595. Небеса никогда не преграждают вам путь. Наконец-то нашел. Тень, которая была клоном Девура, сильно извивалась. Он был действительно взволнован. Клоны полых душ, которых он выпустил, вернулись к нему, как птицы, отовсюду возвращающиеся в гнездо, и слились с его главной тенью. При этом его аура становилась все более злой, темной и холодной. По мере того, как полые души возвращались к нему, собиралась и его сила. Эдгар тихо следовал за ним. Увидев его возбужденные крики, он тоже заволновался. Поздравляю. Поздравляю. Муахаха. Пока я получаю исток Упанишат силы, я стану источником всех Упанишат пожирающей силы в этом мире. В то время у Шияня не будет шанса бороться со мной, и он будет проглочен мной в одно мгновение. У Девура сейчас было хорошее настроение. После того, как я завладею истоком Упанишат силы и убью опустошителя, я смогу преодолеть барьер, который мы не смогли преодолеть в эпоху абсолютного начала. Тогда я получу вечное, высшее царство. Я перестрою этот мир и сделаю клан пожирателей сильнейшим кланом в этом огромном звездном море. Описанное им видение вызвало у Эдгара восторг и воодушевление. Хуэй находится рядом с пожирающей черной дрой, но нам не стоит беспокоиться, потому что она не культивирует Упанишаду пожирающие силы. Даже если она узнает местоположение, она ничего не сможет сделать. Девуру смехнулся. Принеся Эдгара, он превратился в струю черного света и устремился к Цзия. В то же время, клоны Шияня летели к истоку Упанишата пустошающей силы из разных мест. Хотя он знал, что не сможет слиться с ним, даже если сможет добраться до него, он должен добраться туда как можно скорее. Потому что он не мог позволить Девуру получить истоку Упанишата пустошающей силы. Как только Девур получит его, его сфера и сила увеличатся во много раз. Чем сильнее становился Девур, тем меньше у него было шансов выжить. Он должен был остановить другого. Клоны Девура и Шияня нацелились на одну цель, двигаясь с максимальной скоростью, а Цзия молча ждал. Свуж. Возникла странная энергетическая флуктуация. Когда Цзия удивилась, появился Шиянь и подошел к ней. Он еще не прибыл, не так ли? Цзия облегченно выдохнула и улыбнулась. Еще нет. Ты как раз вовремя. Да, что скажешь? Хочешь ли ты войти туда, чтобы сначала взять истоку Упанишат пожирающая сила, или подождать, пока Деваур придет и отгонит его, прежде чем сливаться? Цзия нахмурила брови, шипя. Ты ты просто клон? До нее наконец-то дошло. Шиянь принужденно улыбнулся. Да, я просто клон. Тело носителя находится довольно далеко отсюда. Я создал несколько клонов, и все они направляются к этому месту. Но я не могу собрать их всех за короткое время. Более того, даже если тело и клоны все здесь, я не могу взять Упанишаду истока пожирающей силы. Почему? Удивился Цзия. Я нашел исток Упанишад жизненной силы, но не смог взять его даже после многократных попыток. Шиянь рассказал ей о своем опыте. Цзия была разочарована. Значит, воины с большим количеством Упанишад силы, как ты, не могут получить даже один Упанишад силы. Среди Упанишад космической, звездной, жизни и пожирающей силы ты можешь оставить только одну, чтобы получить ее Упанишаду истока. Ты, чтобы ты выбрал. Шиянь почувствовал угрызение совести. Я не знаю, что выбрать. Я еще не решил. Я хочу подумать и понаблюдать, чтобы найти способ получить исток Упанишад силы, сохранив при этом другие силы. Диваур скоро прибудет сюда. Цзия свела брови, говоря серьезно. Насколько я понимаю, он не слабее меня в этом путешествии. Он использовал Упанишаду пожирающие силы, чтобы создать столько смертельных бедствий. Он восстановился быстрее, чем я. Сначала нужно выиграть время, чтобы дождаться, пока мое телоноситель придет сюда, размышлял Шиянь. Больше они не разговаривали, просто наблюдали за происхождением Упанишада пустошающей силы в ожидании Диваура. Клон Шияня наблюдал за происходящим и послал вихрь души в пожирающую черную дыру. Он хотел проверить ее силу. В этот момент из черной дыры возникла ужасающая сила всасывания. Странные, смертоносные, отчаянные и пугающие ауры заполонили его голову. Душа в этом его клоне была похожа на маленькую лодку в бурном море. Ее постоянно трясло, когда ее засасывало в черную дыру. Он испугался еще больше, не решаясь больше ничего проверять и просто наблюдая издалека. Струйно-черная пожирающая черная дыра яростно вращалась, а восемь островов восьми злых сил разбегались и выстраивались в восьмиугольную формацию, чтобы защитить Упанишаду пожирающие силы. Она чем-то напоминала формацию в алтаре души Шияня, но они не были идентичны. Казалось, что формация там следовала какому-то правилу неба и земли. Независимо от того, насколько далеко находились клоны и тело носителя, частицы души могли напрямую контактировать друг с другом. Все идеи клонов могли мгновенно дойти до носителя, несмотря на пространство и расстояние между ними. В этот момент реальное тело Шияня, летевшее к этому месту, могло видеть черную дыру глазами клонов и даже наблюдать за восемью островами. Каждая мысль клонов немедленно передавалась в тело носителя, заставляя их думать об одном и том же. Он хотел перестроить восемь злых сил и Упанишаду пожирающие силы так, чтобы они выглядели так же, как выглядел исток Упанишады пожирающие силы. Как только эта мысль возникла, его алтарь души выпустил волну таинственной энергии души, которая направилась из моря сознания к ярусу Упанишад силы. В ярусе Упанишад силы находились все его Упанишады силы. Упанишада пожирающие силы висела над восемью островами, которые представляли восемь злых сил, как будто одна из них управляла другими восемью. Это отличалось от того, что видел клон Шияня. Его клон видел, как восемь островов восьми сил тесно вращаются вокруг черной дыры, словно они были единым целым. Магическая связь соединяла их вместе, что следовало какому-то правилу подобного Упанишада о вредоносной силе. Пока Шиянь размышлял, острова, представлявшие восемь злых сил с их знаками, медленно двигались вверх, вращаясь вокруг пожирающей черной дыры. Клон Шияня наблюдал за происхождением Упанишад пожирающей силы, в то время как его тело-носителя начало переставлять острова. Постепенно восемь островов стали выглядеть точно так же, как источник Упанишад пожирающей силы. Когда они заняли свои позиции, они начали вращаться вокруг него. Бум! От печати восьми злых силы Упанишады пожирающей силы исходила яростная вибрация. Казалось, что в этот момент Упанишады восемь сил стали единым целым. Они поддерживали друг друга, поскольку пожирающая сила была главной силой, а остальные восемь – второстепенными. На самом деле они были одной Упанишадой силы. Шиянь внезапно все понял, и узлы, которые он завязал в Упанишаде пожирающей силе, а также многие сложные проблемы, которые он обнаружил в Упанишадах осили, теперь были ему ясны. Он досконально понял связь и поддержку между Упанишадой пожирающей силой и восемью злыми силами. Тело носителя было в пути, но его Упанишада силы сублимировалось, а его понимание опустошения и восьми злых сил наконец-то вышло на совершенно новый уровень. А все потому, что его клон первым прибыл в зону зарождения Упанишад силы пожирания. Он наблюдал за расположением Упанишада пустошающей силы и восьми злых сил, перестраивая их в своей душе. Его простое моделирование дало ему чудо, которое он не мог описать, открыв целый новый мир объяснению Упанишад силы. Как только один прошел через это, за ним последовали бы сотни. Казалось, он просветлел. Его осенило, и у него возникла новая удивительная идея – новый путь. Если он запечатлеет жизнь, звезду, пространство и пожирание на своих разных клонах так, что у одного клона будет только одна Упанишада, сможет ли он получить исток Упанишад, как Мэйдзи? Как только эта мысль возникла, он пришел в восторг, а его душа сильно просветлела. Трудность, которая беспокоила его, была решена. Его душа затрепетала от волнения, и он не мог дождаться момента, когда сможет попробовать. Его клоны были сделаны из его крови абсолютного начала в качестве тела и частиц его душ в качестве мозга. Если бы он мог послать им часть своего моря сознания и силу души, то его клоны не сильно отличались бы от тела носителя. Однако тело носителя было бы сильнее клонов. Но по своей сути они все равно были одним человеком. Мог ли он тогда принять любое происхождение Упанишад силы? Как только перед ним открылась эта дверь, он наконец-то увидел надежду. Он подумал, что эта возможность имеет высокий процент успеха, и это подбодрило его. Тем временем все клоны собрались и двинулись вперед. Один клон подлетел к нему издалека, а затем они плечом к плечу полетели к истоку Упанишад пожирающей силы. Два шияна повернулись лицом друг к другу, глаза хозяина тела сверкнули темным, но мудрым светом. Упанишада пожирающие силы и восемь островов восьми злых сил вылетели из головы хозяина тела, принеся с собой часть моря сознания и силу души клона. Словно по волшебству, этому процессу ничто не мешало. Знаки Упанишад пожирающей силы и восьми злых сил были впечатаны прямо в голову клона без всякого отторжения. Шиянь был сильно потрясен, потому что его первая попытка прошла неожиданно гладко. Открыть дверь, открыть акупунктурные точки. Бормоча про себя, акупунктурные точки клона внезапно испустили странное энергетическое колебание. Как только она возникла, и сам Шиянь и клон были сильно потрясены. Он испытал волшебное чувство, которое не мог описать. Акупунктурные точки тела хозяина и клона вошли в резонанс, и территория тела хозяина была даже скопирована. Она медленно зависла над головой клона, словно иллюзия. Отделив часть своего моря сознания и силу души, сделав Упанишаду пожирающей силой и восемь злых сил основной силой на ярусе силы Упанишады, а на верхнем уровне, с помощью сгустка души. Что еще отличало его от тела носителя? Это было еще одно его я. Ха-ха-ха-ха. Тело носителя и клон одновременно засмеялись, что было радостно и возбужденно. Он был уверен на восемьдесят процентов, что теперь сможет слиться с истоком Упанишад силы. Глава 1596. Одна идея для рождения мира. В этом месте простирались полосы пятицветной радуги, освещая спокойное и темное место, делая его необыкновенно ярким. Слои света слились воедино в прекрасную, как сказочная страна, сцену. Цзия, одетая в длинное розовое платье, сидела прямо на драгоценном хрустальном троне и смотрела вдаль. Спустя долгое-долгое время появился пожиратель с Эдгаром в виде тени. Он остановился возле радужной полосы и посмотрел на Цзия, холодно произнеся. Ты действительно хочешь остановить меня? Цзия была удивлена. Если это не для того, чтобы остановить тебя, то зачем мне нужно было создавать такую большую формацию? Что интересного в этом? Я слышал, что теперь тебя зовут Цзия. Это смешно, что клон души смог проглотить душу носителя. Холодно ухмыльнулся пожиратель. Это большая шутка для всех, что клон души может захватить контроль над телом абсолютного начала. Ха-ха, Цзия не стала спорить с ним, хихикнув. Твой исток пожирающей силы находится прямо за моей спиной. Если ты хочешь получить его, ты должен пройти мое испытание. Где он? Пожиратель огляделся. Я здесь раздался голос Шиеня из полосы яркого золотого света. После этого его клон появился прямо перед Пожирателем. Зачем ты хотел найти меня? Увидев Шиеня, и Пожиратель, и Эдгар были поражены. Пожиратель некоторое время внимательно рассматривал Шиеня, а затем сдержанно выдохнул. Просто клон. Да, я знаю. Если бы твое тело было здесь, ты бы сразу же получил исток пожирающей силы. Ты бы не стал просто стоять здесь и болтать со мной. Затем Пожиратель двинулся к небу, наполненному огнями. Глаза Эдгара были холодными и темными, а его зеленая кожа источала холодную ауруинь. Его ядовитые змеиные глаза злобно сверкали. Шиеня, твой клон умрет здесь. Зеленая энергия сверкнула в его глазах, превратившись в массивный бур. Из его глаз вылетело сверло с энергией души, но оно выглядело очень реальным, когда метнулось к клону Шиеня. Пожиратель двинулся, и его тень изменилась, превратившись в инопланетное существо, похожее на гигантского осьминога с зелеными слизистыми щупальцами. Они были похожи на драконов, когда налетели на благоприятный пятицветный защитный свет Зея. Бум, бум, бум. Клетка пятицветного света сильно тряслась, а великолепное лицо Зея медленно менялось среди падающих огней. В этот момент резко вспыхнул фиолетовый свет. Бум. Появились 12 небесных змей. На змеиной голове сидела Зея и очаровательно улыбалась. Похоже, ты получили большой урожай в пустой земле и море уничтожения. Ты восстановился на 80%. Ты слишком назойлив. Массивные змеи ползали по пустому пространству, а электрические радуги сплетались вместе, заполняя все вокруг и создавая море божественного света. Святая чистая энергия стремительно расширялась, пытаясь полностью покрыть настоящее тело пожирателя. Пожиратель зарычал, отчего над его головой поднялись восемь кровавых островов, похожих на силы концепции шииня. Пожирающая черная дыра возникла в центре круга, созданного восемью злыми островами, а из нее исходила злая, темная и холодная энергия, окрашивая весь мир в кроваво-красный цвет. Кровавые мосты, соединявшие восемь островов с черной дырой, были построены, и острова и черная дыра стали единым целым. Вместе они излучали темные, отчаянные и разрушительные ауры, словно хотели уничтожить весь мир. Сжечь в пепел каждое существо. Такая негативная и злобная энергетическая флуктуация могла уничтожить любую форму материи. Если бы пустынный не был слишком сильным в тот год, эпоха абсолютного начала закончилась бы раньше в твоих руках. Смысл твоего существования в том, чтобы убивать и уничтожать все. Ты – воплощение зла в этом мире. Но ты потерпел неудачу. Ты потерпел неудачу, как и я. Мы ничего не слышали о тебе почти целую эпоху. Лицо Цзия стало холодным. Пока она говорила, ее радужные полосы сплетались в небе, создавая массивную сеть, способную запечатать пространство и опутать космос. Массивная световая сеть медленно опустилась, опутывая тело пожирателя. Два существа, которые в эпоху абсолютного начала развивались, объединив усилия, чтобы противостоять пустынному, столкнулись в новой эпохе спустя столько лет. Сейчас они стояли на двух противоположных сторонах и пытались убить друг друга. Если бы эта битва произошла снаружи, она бы уничтожила весь мир, погубив миллиарды существ. Многие территории превратились бы в небытие. Это место было самой загадочной землей в этой вселенной. Здесь не было ни неба, ни земли, ни каких-либо существ. Здесь вообще не было пространства. Сражение, произошедшее в этом пустом месте, не нанесло бы реальному миру разрушений, от которых невозможно было бы оправиться. Битва между двумя гигантскими существами создаст множество грозных энергетических волн, которые быстро и далеко распространятся. Твой клон умрет, столкнувшись со мной, а тело носителя будет ослаблено, если клон умрет. Так что, думаю, сначала я убью твоего клона. Эдгар холодно ухмыльнулся, призывая свою силу. Эдгар был экспертом высшего уровня в клане пожирателей. Он был отцом Путая. Его контроль души и сила смерти концепции были даже более устрашающими, чем у Минха и Сюаньхы. Он был одним из десяти великих территориальных предков, одним из сильнейших существ в этом мире. Бум-бум-бум-бум-бум. Из тела Эдгара вырвались сотрясающие землю взрывы, и мир вокруг него мгновенно погрузился во тьму. Он призвал темную силу концепции, чтобы затмить все огни в этой области. Божественный свет Зия не смог пробиться сквозь Эдгара. С этим Эдгар исчез, а тьма расширилась, как море черных туч, и достигла клона Шияня. Это правда, что клон обладает лишь частью силы тела носителя. Но если тело носителя достаточно сильно, клон может заставить врага встать на колени от страха. Шиянь усмехнулся, извергая изо рта яркое море звезд. Это была галактика со странными, но яркими огнями, высокими горами и длинными реками на планетах. Множество существ двигались и работали. Весна, лето, осень и зима по очереди посещали планеты. Казалось, это была настоящая территория. Мир, наполненный жизнью, пространство, способное вместить любое существо. Наступила темнота, и реалистичная территория медленно погрузилась в нее. Спрятавшись в темноте, Эдгар был ошеломлен, когда наблюдал за этим миром. Он увидел озеро на планете с множеством рыб. Несколько рыбаков ловили рыбу. Он чувствовал густую жизненную энергию от этих рыбаков. Это была настоящая энергия жизни. Эдгар был в ужасе. Оказалось, что территория, на которой он находился, не была иллюзией. Шиян использовал свою силу, чтобы создать ее, поэтому она ничем не отличалась от мира природы. С каких пор сила Шияня могла создавать небо и землю, реальное пространство? Он даже мог создавать существ, как мог кто-то во втором небе территориального предка достичь такого уровня. Сомнения постоянно одолевали Эдгара. Он вдруг понял, что настоящий уровень Шияня – третье небо территориального предка. Шиянь достиг третьего неба территориального предка. Он прорвался в область, где он мог использовать свою силу для создания пространства, и создавать любое существо одной лишь мыслью. Шиянь находился в третьем небе территориального предка. Хотя он был здесь всего лишь клоном, Эдгар больше не мог смотреть на него свысока. Он знал, почему Шиянь так сказал. Если бы тело носителя было на определенном уровне, то клон был бы настолько ужасающим, что заставил бы врага дрожать от страха. Извлечение. Однако в этот момент голос Шияня прозвучал на всех планетах этой энергичной вселенной. Небо и Земля изменились, и яркие огни в небесах отступили. А слепительные звезды втягивались в планеты, которые вскоре превращались в мертвые звезды. Весь мир стал холодным и смертельно безмолвным, без малейшего проблеска живой энергии. Эдгар был ошеломлен. Когда он посмотрел на озеро, там уже не плавали рыбы, а рыбаки на озере превратились в белые скелеты. Ветер пронесся мимо них, и их истлевшие кости превратились в пыль, растворившись в воздухе. Эдгар был сильно потрясен. Он был потерян в этом мире, так как знания о Силише Яня ввели его в заблуждение. Его душа была потрясена миром, созданным с помощью звездной силы, пространственной силы, силы жизни, пожирающей силы и восьми злых сил концепции. Его тьма медленно исчезала, обнажая его самого. Он нахмурился, размышляя о принципе неба и земли и оконечной способности силы концепции. Когда же наступит последний момент? Он заблудился в мире Ши Яня. Полосы радуги двигались, как семицветные змеи, входя в область поглощения пожирателя и атакуя безумный, отчаянный и темный мир. У пожирателя была особая территория, которая была самым ужасающим местом в этой вселенной. Поскольку она была слишком экстремальной, после создания клана пожирателей пожиратель оставил их жить и совершенствоваться в морской области небытия, вместо того чтобы позволить существам, которых он создал из своей крови и плоти, жить на его территории. В основе его территории лежали пожирания, разрушения, отчаяние, тьма, коррозия, хаос и смерть. Пожирающая сила и восемь злых сил были основными темами этого мира, что делало его в несколько раз более ужасным, чем вечное запустение. Этот мир был источником всех злодеяний в его внутреннем мире. Уничтожение этой территории означало также уничтожение всех злых сил пожирателя, что означало полное уничтожение самого пожирателя. Цзия собиралась использовать чистейший божественный свет, чтобы отфильтровать и очистить эту ужасающую территорию и уничтожить источник зла пожирателя, разбив его сердце и победив его царство. Как раз вовремя, в этот момент появился еще один шиянь, но это был клон. После появления этого клона, он улыбнулся и превратился в каплю крови, войдя в клона, который сражался с Эдгаром. Время летело быстро. Через некоторое время телоноситель шияня и клон, получивший отпечаток пожирающей силы и восьми злых сил, наконец, прибыли. Тело носителя странно усмехнулось и помахало клону, который сражался с Эдгаром. Затем этот клон слился с телом хозяина. Тело хозяина обратилось к небу и зарычало, превратившись в гигантского демагаргона, который бросился на пожирателя. Клон, получивший отпечаток пожирающей силы, глубоко вздохнул. С решительным лицом он шагнул к истоку пожирающей силы. Он хотел проверить свою идею. Он хотел завладеть истоком пожирающей силы и контролировать все злые силы в этом мире. Глава 1597. Поглотив все, Эдгар затерялся в мире иллюзий, обретя высшую силу концепции. Тело шияня ухмылялось, раздуваясь и превращаясь в гиганта, который мог сравниться с Цзия и пожирателем. В то же время его клон приближался к истоку пожирающей силы, пытаясь слиться с ядром пожирающей силы. Тогда он сможет полностью контролировать эту злую силу. Эдгар прорычал пожиратель, его голос цунами отразился в этом мире. При этих словах Эдгара словно ударило. Его тело сильно затряслось, как будто его ударило током. С его лица исчезло озадаченное выражение, и, придя в себя, он сразу же понял свою новую задачу. Стоп. В пустоте появились многочисленные руки, скапающие кровью, заслоняя собой все пространство, словно кровавые облака. Это были печати смерти, созданные силой смерти. Десятки печатей смерти превратились в скопление клубящихся облаков и с грохотом набросились на клона шияня. Волны крови хлынули так, словно могли сдвинуть горы и сравнять моря. Клон шияня почувствовал удушье. Он остановился и повернулся лицом к кровавым рукам, падающим с неба. Светлячки соревнуются с полной луной. Печать смерти и жизни. Клон шияня скрестил руки. Его левая рука контролировала силу смерти, а правая содержала силу жизни. Две противоположные силы концепции смерти-жизнь слились вместе в пустоте, образовав массивную ручную печать сил смерти и жизни. Эта ручная печать казалась настоящим повелителем смерти и жизни, который мог гармонично управлять обеими силами. Миллиарды существ в этом мире рождались и умирали. Каждая тайна их жизни, казалось, была скрыта в этой ручной печати. Магическое событие появилось, и окровавленные руки померкли, когда столкнулись с массивной печатью смерти и жизни. Сила смерти Эдгара была затронута. Осязаемые предметы поблекли, а затем исчезли совсем, не оставив после себя ничего. Подобно густому дыму, который смыло ветром, они не оставили ни единого следа. Свуж. Волна странной энергии вырвалась из печати смерти и жизни, превратившись в поток огромной жизненной силы и войдя в тело шияня. Силы жизни, которую Клон только что использовал, казалось, была выброшена из тела. Клон только что восстановил свои абсолютно злые, холодные и темные черты. Клон продолжал шагать к истоку пожирающей силы. Он не сводил глаз с Эдгара, словно тот был невидим. Когда Эдгар попытался возмущаться, сверху на него надавил палец с безумно огромной силой. Это был палец тела шияня. В нем была сила 10 тысяч солдат, и он использовал только физическую силу, чтобы давить на Эдгара. У Эдгара было обычное тело, а палец шияня был похож на гору. Эдгар смотрел на падающий на него палец, похожий на гору, и чувствовал, как мир вокруг него внезапно запечатывается. Исчезнувшая массивная печать смерти и жизни, казалось, создала некое невидимое ограничение, сковавшее его душу. Оно заморозило его, заставив смотреть надавящую на него гору, не имея возможности пошевелиться. Разбей тело. Шиянь ревел, как раскаты грома в небе. В тот момент, когда его голос зазвучал, палец коснулся Эдгара. При этом тело последнего разорвалось, кости и плоть разбились, кровь брызнула во все стороны. Эдгар раздался гневный рев пожирателя, когда тело Эдгара превратилось в струю кровавого света, и куски кровавого месива из плоти и сломанных костей вместе с духовным алтарем полетели в сторону абсолютной тьмы пожирателя. Не волнуйся. Пока я здесь, ты сможешь возродиться. Пожиратель всосал и проглотил духовные алтари тела Эдгара. Внезапно, щупальца яростно обвили Шияня, словно драконы. Проворные извивающиеся щупальца были с демоническими лицами на присосках, от которых у людей могла закружиться голова. Одно из этих щупалец закрутилось и изменилось, превратившись, как по волшебству, в жуткую зеленую тень. Эта мрачная тень мелькнула посреди яростной схватки, а затем исчезла. Когда она вновь появилась, то уже прошла мимо Цзыя и Шияня, тихо приближаясь к клону Шияня, который направлялся к истоку силы. Хэм. Клон Шияня был немного удивлен и повернулся, чтобы посмотреть. Жуткая зеленая тень, похожая на занавес зеленого света, внезапно схватила его. Комбинированная энергия, которая могла исказить его сознание души, разрушить его духовный алтарь и повергнуть его в отчаяние, мгновенно атаковала голову Шияня. Клон Пожирателя. Его тело, созданное силой контроля души. Шиянь сразу же понял это, он усмехнулся и коснулся своей лопатки. Между его бровей появился небольшой вихрь, а затем восемь островов, представляющих восемь злых сил концепции, возникли, вращаясь вокруг него по странной траектории. Восемь злых сил, включая контроль души, смерть, тьму, разрушение, отчаяние, коррозию, хаос и мертвую ци, окружили пожирающую силу и стали единым целым. Странная злая сила, которая могла контролировать все ауры восьми злых сил, превратилась в фантом смутного демогаргона. Фантом вспыхнул и взвился, как самое злобное существо, только что появившееся на свет. Из него хлынула аура, способная искривить вселенную и уничтожить звезды, и достаточно мощная, чтобы заморозить пустоту. У фантома демогаргона, созданного восемью злыми силами, были налитые кровью глаза. Увидев приближающийся зеленый свет, он поднял руки в воздух, чтобы потянуть и разорвать его. Его импульса было достаточно, чтобы разорвать даже небо. Раздался звук рвущейся ткани, когда занавес зеленого света разорвался на части. Тело жуткой зеленой тени было полностью разорвано. Клон пожирателя был разорван на части, а его душа была извлечена из тела. Восемь злых сил объединились. Ты можешь объединять силы концепции. Это невозможно. Пожиратель кричал и верещал, словно потерял рассудок. Щупальца в пустоте действовали как драконы, пытаясь разрушить это пустое пространство. Небесная двенадцатиголовая змея Цзия и тело абсолютного начала Шияня одновременно зарычали, призывая свои силы. Вскоре после этого яростно посыпались метеоры и собрались массы ярких, но загадочных звезд. Повелительные космические сабли пытались рассечь все пространство, а световые шары сбушующие в них жизненной энергией взрывались. Раздался сотрясающий землю удар. Цзия и Шияни за всех сил пытались противостоять пожирателю и остановить его злую силу. Разорвав клона пожирателя, клон Шияня не спешил уходить. Он стоял там некоторое время, чтобы посмотреть, не появятся ли новые проблемы. Через некоторое время он обнаружил, что, хотя пожиратель яростно ревел, он не мог приложить больше усилий, чтобы атаковать клона Шияня, так как Цзия и Шиянь атаковали его. Кроме того, в окрестностях не было никаких признаков сильных экспертов, которые могли бы прийти сюда за короткое время. Поразмыслив, Шиянь продолжил свое продвижение и продолжил идти к истоку пожирающей силы. Клон Шияня внезапно выпустил 9 злобных аур пожирания, контроля души, смерти, тьмы, разрушения, отчаяния, коррозии и мертвой ци. Энергия постоянно колебалась, от чего он казался ужасающим, а его аура невероятно грозной. Однако, почувствовав подобные колебания энергии, исток пожирающей силы затих. Черный вихрь истока пожирающей силы был похож на глубокий и злобный глаз, смотрящий на Шияня. Восемь островов перестали двигаться, но продолжали выпускать ауры пожирающей, контроля души, смерти, тьмы, разрушения, отчаяния, коррозии и мертвой ци, которые магически резонировали с энергией Шияня. Шиянь был сильно потрясен таким развитием событий. Видя незначительные изменения в истоке пожирающей силы, его уверенность возросла, так как его метод подтвердился. Исток пожирающей силы не отверг его, что означало, что он теперь квалифицирован, и исток принял его. Его клон мог попасть туда. Шиянь спокойно двинулся в сторону истока пожирающей силы. Ему оставалось совсем немного до него. Внезапно от истока пожирающей силы стала исходить нежная, но непреодолимая сила. Клон Шияня левитировал, быстро и просто войдя в исток пожирающей силы. Он мелькнул в центре черного вихря, а затем исчез. Исток пожирающей силы поглотил его. Бум. Миллиарды негативных и сложных эмоций яростно захлестнули его с головой. С силой ворвались в его море сознание, пруд души, духовный алтарь, территорию и душу. Проникли дальше в кости, акупунктурные точки, внутренние органы, кровь и плоть. В абсолютной темноте он непрерывно вращался, словно шел к источнику зла в этом мире, направляясь к центру космоса. Казалось, здесь присутствовала негативная энергия всех существ этого мира, их страхи, отчаяние, убийства, жестокость, разрушение, разврат и все виды зла, скрывающиеся глубоко в их сердцах. Зло из внутреннего мира каждого существа в этой вселенной вырвалось наружу в этот момент, нахлынуло на шеяня и утопило его. Глотай. Проглоти. Проглоти весь мир. Проглоти все. Материя, небытие, планеты, сознание, мысли, идеи, эмоции. Все. Его сердце строго следовало главному наставлению пожирающей силы концепции. Чувствуя злые идеи столь многих существ, он инстинктивно призывал пожирающую силу. Эмоции, мысли и злые желания, казалось, бесконечно текли из каждого уголка, каждой территории этого космоса, набрасываясь на его акупунктурные точки. В этот момент 720 акупунктурных точек, казалось, соединялись с 720 различными территориями. Отчаяние, страх, похоть, разрушение, жестокость, резня и негодование миллиардов существ на разных территориях направлялись к парню, когда он с помощью пожирающей силы засасывал их на свою территорию, пряча их в своем теле. Он чувствовал, как его душа, тело и разум погружаются в агонию, которую не могло выдержать обычное существо. Ужасные негативные эмоции почти раскололи душу шииня. Он почти превратился в самого злого демагоргона в этом мире, так как негативные эмоции захлестнули его. Идите, идите, все вы, идите ко мне. Гневно гремел он под натиском бесчисленных злых мыслей. В конце концов, он расслабил свое тело и душу, открыл свое море сознания и акупунктурные точки, неистово используя пожирающую силу. Глава 1598. Божественное оружие. Опустошенный двигался в пустоте в форме охотника за призраками. Ему не нужно было группироваться, как остальным, так как у него были четкие указания. В эпоху абсолютного начала многие существа знали, что у опустошенного было два чудесных божественных оружия, одним из которых было дерево души жизни, которое могло создавать жизни и новые виды. Он обладал силой Творца, с помощью которой опустошенный мог использовать свою божественную силу для создания новых и различных рас. Племя небесных монстров, клан бессмертных демонов, клан бога, имперское темное племя, клан гигантов, клан темных духов и другие расы, которые существовали на пустынной территории, были созданы его силой души. Древо души жизни было самым желанным тайным сокровищем для знатоков у Панишады жизненной силы. Конечно, опустошенный овладел жизненной силой у Панишады. Кроме древа души жизни, у него было еще одно божественное оружие, называемое изначальной печатью Упанишад. Эта изначальная печать Упанишад силы была местом, где побывали души Шияна и Адри, когда они слились с небесным пламенем. Это была также чудесная земля внутри пустынной территории, где хранилась магическая сила Упанишад, чтобы воины могли использовать свои души для обучения. Изначальная печать силовых Упанишад содержала много силовых Упанишад, от пяти элементов до гравитации, пространства, жизни, звезд и т.д. За исключением всепожирающей силы Упанишад и восьми злых сил, изначальная печать силы Упанишад имела знаки всех силовых Упанишад. Никто не знал, как опустошенный получил эти два абсолютных начала божественного оружия или как их усовершенствовать. Несмотря ни на что, их власть потрясла всю абсолютную начальную эру. Сегодня опустошенный осознал, что его могучая изначальная печать Упанишад имела особую связь с этим пространством. Его могучая изначальная печать Упанишад казалась картой этого странного мира. Он испускал магические энергетические флуктуации, которые имели те же частоты, что и различные источники энергии Упанишад в этом мире. Используя оригинальную печать силовых Упанишад, он мог ориентироваться в силовых Упанишадах, которыми обладала оригинальная печать силовых Упанишад. В то время как другие слепо бродили вокруг, у него были правильные направления, и он мог выбрать, с какой силой Упанишадского происхождения он хотел слиться. Он нашел источник силы Упанишад, ближайший к нему, который он хотел взять. Это был источник силы металла Упанишад. В этом огромном море звезд большинство созданий решили культивировать только одну силу Упанишады. Не у многих людей был такой же путь культивирования, как у Шияня, который культивировал много силовых Упанишад одновременно. Опустошенный принадлежал к этой группе. На самом деле, он культивировал даже больше силовых Упанишад, чем Шиянь. Его главные энергетические Упанишады включали в себя пять элементов – металл, дерево, воду, огонь и землю, жизнь и свет. Хотя он культивировал много Упанишад силы в то же самое время, он достиг третьего неба территории царства предков, что показало его врожденный талант и компетентность. Именно по этой причине Опустошенный был назван богом войны в эпоху абсолютного начала. По сравнению со знатоками того же царства, Опустошенные обладали большей силой Упанишад и имели преимущество в борьбе. В этом не было ничего таинственного. Он приложил в сотни или тысячи раз больше усилий, чем другие, чтобы достичь вершины территории царства предков. Естественно, он был намного сильнее тех, кто культивировал только одну силу Упанишады. Опустошенный получил правильное направление, что помогло ему гораздо лучше, чем оригинальный символ, который Шиянь подарил Мэйцзи императорской морской акуле и Мантисе. Остальные могли почувствовать силу происхождения Упанишад только тогда, когда они достигли определенного диапазона, но Опустошенному не нужно было этого делать. Независимо от того, где он был, он мог найти нужную силу Упанишадского происхождения, которую он хотел. Он мог даже видеть расстояние между ним и источником силы Упанишад. Во-первых, он пришел к металлической силе Упанишадского происхождения. Хиро пришел в это место раньше него, и он сливался с силой Упанишадского происхождения, которая была Золотой Горой. После того, как Хиро вошел в Золотую Гору, она превратилась в Золотого Гиганта, парящего в пустоте. Ужасающая, необъятная аура Гиганта выстрелила в пустоту. Кто, кто пришел сюда раньше меня, увидев Золотого Гиганта, Дизалейт удивился. Жаль, что вы еще не закончили, а все только началось, равнодушно сказал он. Так что винить можно только свою бедную судьбу. Опустошенная смотрела на Гору, которая держала Хиро, и вдруг закричала. Его тело раздулось, превратившись в его абсолютное тело-начало, которое было жестоким гигантским драконом. Когда его тело трансформировалось, он призвал металлическую силу Упанишады. Золотой свет окутывал его, делая его похожим на вылепленного из золота. Чешуя, рога и когти на его теле стали золотыми. Опустошенный превратился в Золотого Дракона длиной в миллиарды миль, и чистая металлическая сила Упанишады наполнила его. Хотя он культивировал много силовых Упанишад, ему не нужно было создавать клонов, чтобы слиться с источником силовых Упанишад, как это сделал Шиянь. Он использовал гигантское тело Золотого Дракона, обвивающегося вокруг Золотого Гиганта-гиганта в форме Хира. Бум! Невообразимо огромный дракон втиснулся вокруг Золотого Гиганта. Ужасающее тело опустошил.